ЧАСТЬ ВТОРАЯ В ВИДЕНИЕ Эта книга – вторая часть третьего тома воспоминаний. Она охватывает восьмилетие 1910-1918 годы, связанное с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впечатления путия. С осени 1911 года я, уже ощущая Россию как нечто нечуждое, ликвидирую связи с Москвой и оказываюсь за границей без сознания, что дальше делать. Я пребываю в Брюсселе, где Ася оканчивает свои гравюрные классы у старика Аданса, которого дочери замужем, одна за коллекционером Сантом, другая за Жюлем де Стре, социалистическим депутатом, близким другом известного Вандервельда. Дансом и Жюлем де Стре определяется и круг наших тогдашних брюссельских знакомств. В Москве нам нет места. Мои отношения с матерью натянуты из-за Аси. Точкой нашей оседлости пока является сила боголюбы Волынской губернии. Возвращаясь из-за границы, мы живем у лесничьего Компионе, отчим Аси. К нему я постепенно и перевез часть моей библиотеки из Москвы, точно для того, чтобы она погибла во время войны в домике, разрушенном ядрами. С редактором Мусагетом Меттнером я уже на ножах. С членами религиозно-философского общества тоже. Не лучше обстоит дело и со свободной эстетикой, клубом бывших весов. С двенадцатого года и до конца шестнадцатого я живу в Германии и Швейцарии. В последнее я взвожу с обставленную квартиркую в маленьком домике около Базеля. Из Швейцарии я уезжаю в Россию с мыслью вернуться обратно. Так длится до Октябрьского переворота, после которого лишь я по-новому неожиданно для себя врастаю в Москву. Жизнь на Западе связана с интересом к истории. Изучение быта народов Европы поднимает темы кризиса жизни, культуры, сознания, мысли, еще до Шпенглера. Осознание кризисов растет постепенно, цивилизация и видится мне упадком культуры. В противовес ей я выдвигаю культуру арабов, увиденную романтически. Я волю разрушения буржуазной культуры. Отворачиваюсь от нее. Я увлекаюсь остатками патриархального арабского быта, не видя, что корни последнего гнилы. Под влиянием Аси я как бы закрываю глаза свою арабскую феску и сев спиною к Европе на пестренький кайруанский ковер, отделяющий меня от суровой действительности. Позднейшая жизнь в Германии и Швейцарии меня исцеляет от слепоты, и я начинаю видеть неизбежность социального кризиса. Отказ от войны и пассивного сопротивления в 1916 году невольно сдвигает меня к позиции Циммервальда. Имеется в виду Международная социалистическая конференция в Циммервальде, Швейцария, с 5 по 8 сентября 1915 года, выступившая против мировой войны и социалшовинизма. Восьмилетие 1910-1918 годы стало мне поворотным, отрезав от современного Запада, так как Запад некогда отрезал от русского быта. Восьмилетие это в значительной мере окрашено вкусами Аси, ее ненавистью к мещанству и нежеланием видеть действительность, которую она окрашивает в пестрые мороки субъективнейших парадоксов. Позднее открывается мне таким мороком некогда промаячили нам и Венеция, и Сицилия, и Тунисия, и Египет, и Палестина. Ася переживала ярко средневековье и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко. Ей был чушь-тренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее. Итальянские впечатления даны в первом томе «Путевых заметок» издательства «Геликон», «Берлин», 1922 год. Второй том не вышел. Красочными мазками и только под ними таилось разочарование в некогда воображенной Италии. Итальянец увиделся мне непевучим, тяжелым. Сам сладкий его язык прозвучал гортанным криком «По комонджаре!» Немного покушать. Грузная старообразная женщина, вешающая на веревках синие лимонные тряпки, оскорбляла мои представления об итальянке. Невесело выглядела деревенский бедняк. Итальянцы же, пялищие на себя в городах котелки, сидели со мной в ресторанах. «Они учили меня, на что нам реликвии старины, на которые глазяют туристы, Италия — страна с будущим!» Так кричал присяжный поверенный, ехавший со мной с Флоренцией в Рим. Он цитировал «Джованни Попинни» всю ночь напролет. Он был футуристом. Вскоре в Палермо мне духом фашизма повеяло от тяжелой, губастой, дымящей сигарой фигуры, напялившей на себя английскую шляпу и вообразившей себя сицилийскую интеллигенцию. В путевых заметках описано «Холода из Сицилии гонят нас в Тунис, теперь вижу, что гнал нас не холод, гнало восприятие современной Италии, что в Берлине и в Вене казалось естественным мне, то в Италии бросилось бредом, и переезд в Тунис был бегством из буржуазного настоящего, патриархальное прошлое». Палермо, пятна пути и, кроме того, выработка ритма отношений с Аси здесь начало выясняться. В стиле отношений с ней есть взволнованность уговора схватиться за руки, чтобы бежать из Москвы, странствуя по истории и культурам. Московские культуртрегеры на все наложили свои ходячие штампы. В путешествии было предлогом остаться одним на морском бережку или с вершины горы, в одиночестве думать, вбирая ландшафт и сознание, в Москве не до этого. И, кроме того, материал пережитого давно подавлял, взывая к переоценке всех ценностей, Ася стала мне символом этой переоценки. Неспроста сближение с ней начиналось с рассказом ей о предшествующих годах, и рассказ стал отчетом. Происходил же он в фантастической обстановке, и именно на дереве на него мы влезали сперва в Звенигороде под Москвой, потом в Боголюбах под Луцком. Сицилия стала нам продолжением рассказа, и рассказ этот длился беспеременно. Смена же путевых впечатлений соответствовала все это время этапам наших переживаний, когда исчерпались впечатления, то кончились дни наших странствий, мы осели в Швейцарии и попытались здесь вытворить быт по образу и подобию нашему. Запомнилось, как, высадившись на горбатый берег Палермо, мы сели в голубую маленькую каретку, вспоминая только что покинутый Неопританский залив с дымящим везувием. Седоусый маленький старичок в голубом кепе повез нас в отель по солнечным уличкам. Над домами и пятнами моря мелькала горбатая гора Святой Розалии красными своими боками. Мы подъехали к домику, тонущему в собственных верандах и в зарослях сикамор, щурились жалюзи и окон. Второй старичок в голубом к нам вышел из двери подъезда и, взяв наши вещи, повел нас к мосье, ожидавшему на одной из веранд. Мосье был седоусый в белом жилете, в дымчатой паре, пожав руку нам и узнав, что писатель я назвался энтомологом. Мосье Рагуза, другом покойного Мопассана и собеседником Рихарда Вагнера, здесь обитавшего некогда более полугода и здесь же окончившего Парсифале, никто не сказал бы, что этот достойный мосье из нас выжмет в неделю все деньги. Он показал две прелестные комнатки в открытые окна, которых ломила зеленая гуща, мерцая солнцем, бросив здесь багажи и нырнувшие в зелени садика с клетками цокавших на нас мартышек. Мы растерялись от цветочного аромата и выблеска в декабрьской весны, был декабрь, гонг нас вызвал в столовую. Да, мы были прелестны, а кавалеры жонглировали всевозможными позами, меня повергая в конфуз, увеличивавшийся от толпы изощренных бездельников, юных красавцев, крахмальных лакеев. Они позднее рисовали орнаменты на сквозных коридорах отеля и придирались к ничтожнейшему случаю получить с нас на чай сумма чаев росла быстро от присоединения прачек, горничных, судомоек, чистильщиков брюка и чистильщиков сапог. Нагрузка была непосредством. Бюджет-то, сигналный мне на месяц, был съеден в неделю этими трутнями. Мосьеж Рагуза простер свои попечения над моею кассой до того, что предложил мне держать ее у себя. Вас могут ограбить? Все то вперемешку с веселыми анекдотами. А мсье Вагнери, которого комната до сих пор излучали запахи всевозможных эссенций, здесь веявших со времен Вагнера, вероятно, Рагуза систематически поддушивал комнату для туристов. На мопассании Вагнери он спекулировал. У меня возникла тревожная переписка с издательством Мусагет. Я требовал высылки дополнительной суммы. И вот перепуганные дороговизны Палермо мы бросили наш отель с энтомологом, переехавши в Монреаль, городок, обрывавшийся утесами к апельсинным долинам Ор-Ретто, где некогда били слоны Ганнибала с когортами римлян. В Палермо Белый и Ася Тургенева прибыли 17 декабря 1910 года. Переехали в Монреале, городок в пяти километрах от Палермо, не позднее 24 декабря. Военные действия в Сицилии между римлянами и карфагенинами велись в 214-211 годах до нашей Ирины. Первая глава. Африка. Радес. Сицилия — место моего сближения с Аси. Помнится лишь момент его. Душная декабрьская ночь. Ася, протянутая из окошков, теплые порывы ветра. За лапами расхлёстанной зелени, вспыхи молнии, локон Аси взлетает, я рядом, в окне. Мы слушаем поступь будущего. Или у бледно-лазурного моря пересыпаемый белый песочек между ладонями, севший на плед и весело болтая о пустяках, но болтовня лишь форма молчания в себя, в перённых себя сознающих впервые. Я понять тебя хочу, тёмный твой язык учу. Или мы в развалинах церковки Мартурана силимся понять орнамент колонн, утопая в цветах бьётся шмель. Словом, в Сицилии мы в непрестанных думах о Пифагории и Эмпидокле, о Сицилии римлян и Карпагенин, Сицилии арабов, Рожера II, Фридриха II, Гогенштауфена, Сицилии эпохи барокко, отпечатлённого в виллах Багерии, встаёт образ Джузеппе Бальзамо и Клеостров. Ася эстетически воспринимает образы эти и опознавательно. Она мне открывает глаза на краски. Я осилилась ей открыть смысл взаимоотношений Запада и Востока. Впервые в Сицилии намечается новый круг чтения, которому я отдаюсь на протяжении ряда лет. Если позднее я зарывался в тома, посвящённые средние века о моей культуре и ренессанса, то импульс к чтению их, Палермо, Монреаль и жизнь в арабской деревне около Туниса, где скоро мы оказались. Первые познания ждали нас в Монреальском соборе, чуди-мозаики, служившем Рихарду Вагнеру мотивом сальвата. Здесь в дни Рождества удивлялись роскошеству богослужений, и удивлялись здесь сочетанию фиолетовых и ярко-красных сутан с горожанами в рваных плащах, с носатыми лицами, спрятанными под тень капюшона. В те дни запахнулся ландшафт. Из тумана заклинкали колокола колоколинок, множество здесь торчавших капелл, линии снегов опускалось с суровых высот до крыши над нами торчавшего дом. Мы, не выдержав холодов, убежали в Тунисию и застряли в селе Родес, оказавшись в плоскокрышном арабском домике о трех этажах в комнатушках, пестреющих изразцами. Но наш разговор о путях здесь продолжился. С озерцающим удивлением были исполнены мы, отдаваясь чтению и кривических книг, посвященных Магрибу, Тунисе, Алжире, Марокко. Все прочее заволоклось от туманом, из которого порой угрозило нам будущее в виде Москвы, нас съедающей. Ася боялась Москвы, что общего? Между ней еще девочкой и сидейшим Рачинским, зафыкавшим на нас дымом, эль-парой, которую она называла Булдяевы, не умеючи различить особей пары, она волила новые жизни, ужасаясь к осматому быту тогдашней Москвы. Булдяевы подразумеваются Сергей Булгаков и Николай Бердяев. Нас тянуло в Бассору, имеется в виду Бассра, город и порт в Месспотамии в 110 километрах от Терсидского залива, в Багдад, и ожидал нас зеленый стол, заседания, окурки в массивных пепельницах. Я проводил бессонные ночи над измышлением способов осуществить наш побег из Москвы, и даже делился по этому поводу мыслями с Меттнером, ответившим мне откровенным негодованием. Тогда я, подставив спину Европе, умопостигаемо увидел Сахару, назвавшую. Как великолепен Родес, когда солнце склоняется, он под ногами, блещут чуть-чуть розоватые на заре, а днем белоснежные кубы домов и башенок. Через белые стены заборов бьет пурпур цветов в пустую кривую уличку, вон справа шели серебряной чащи оливок, вдали розоватый пух расцветающих миндалей, за которыми распростершие объятия с востока на запад Тунисский залив, выбегающий карфагенским мысом. Я только что перечитал здесь Саламбофлобера, и знал две горы, что смыкались справа или ловели местоприношения человеческих жертв. Они образуют ущелье, в котором Гамилькар-Барка некогда отбивался от сцепиона, защищая город. Родес, переименованное арабами римское местечко, Перрате посредством весел, Оттуда переправлялись на лодках в Карфаген. Позади нас горы Захуана с остатками римского водопровода, они еще багренеют, а над Родесом легко лиловые сумерки. На сухую землю мы бросили плед, на котором сидит Ася, в цветных шелках, зарисовывая ствол каменного дуба, равного пяти стволам, Сбоку берберы в полосатых, серо-коричнево-черных плащах со строконечными капюшонами гонят стада. Скачет синий уджакский всадник. Вот уже мы спускаемся в узенькой пустой уличке, выводящей на площадь, где два кафе прямо против нашего домика, берберы в голубых, розовых, белых, широкорукавных хитонах, в красных кожных туфлях, в чечьях, рот круглых фесок, обмотанных белоснежной кисеей, уселись на циновках в картинных позах, а кисти цветов свисают у них из-за ушей на лоб, иные в белейших плащах, иные курят, иные играют в шашки, медленно плывет мимо Али-Джа-Лю-Ли в бирюзовой тоге с посхом руке, а накинутый белый плащ развивается лепесточками складок, с поклоном прикладывает он руку к груди, и потом бросает ее в нашу сторону. Али-Джа-Лю-Ли — сама история Тунисии. Едва ли не министр в эпоху господства Беев до оккупации Тунисии. Составляет он заговор на жизнь Бея, но заговор открыт, он бежит, и возвращается лишь после оккупации нищим. Богатства его конфискованы туземную властью, теперешний Бея имеет при себе кукольных туземных министров, среди них министр финансов брат Али. В Родессе есть вилла с райским садом, с клетками газелей, я спрашиваю, чья вилла? Джа-Лю-Ли отвечают мне. Чьи эти рощи? Джа-Лю-Ли отвечают мне. Но Джа-Лю-Ли умер только что. В дни, когда я поселился в Родессе, роскошства эти переходят к нищему арабу, знакомцу нашему. Сидобородый профиль его полюбился нам, и он благосклонно поглядывает на нас, он шлет нам селям, он Асю зовет в гости к дочери, он обещает нам покровительство свое, до самого Тимбукту, если бы мы захотели кануть в пустыне. Наш выбор падает на Египет. Письма, обещанные нам Али-Джа-Лю-Ли, пока что не нужны, но Туат, прилегающий к Тунисии с юга, ближайшее будущее. Так мы решаем. Туат — группа оазисов в Сахаре к югу от Алжирской провинции Константины. Вечера становятся уже знойными, как завлекательны звуки там-тамы, из той вон кофейнки, которая под ногами на крыше мы. Там арабы слушают захожего сказочника, март бьет каскадом цветов, в окрестных рощах забелела палатка кочевника, верблюд рядом с ней жует траву, сельские берберы запирают двери домов. Пойдет теперь воровство. Палатка кочевника, припертого побережьем Средиземного моря, есть знак того, что уже недалеко от нас все выжжено, приближается знойное, всеопаляющее тунисское лето и уже подувает сирокко на нас. Скоро злей закусаются скорпионы. Фалангу недавно я расщемил на стене. Кайруан Сумеречет, мы на крыше. Кругом толстостенные кубы и белые башни, холмы, белый купол мечети на фоне темнеющего синечерного моря. Крыша справа окаймлена перилами, над которыми поднимается бербер в своем красноватом плаще. Он поет, сев на тигровый плед, косо брошенный на перила. Ему откликаются бубны и смехи. На полосатых циновках, скрестив свои ноги, уселися жены в шелках и широчайших штанах, ярких, пестрых, конических шапочках, но они нам не видны, таков гарем бербера богача. В ночных бдениях вызрел наш замысел посетить Кайруан, первую цитадель арабов-завоевателей, появившихся здесь в восьмом веке, когда Сиди Акба водрузил впервые здесь знамя пророка. Набеги арабского полководца Корейшито Акба на северо-западную Африку происходили с 667 года. Страны Магреба, Западной Африки, оборевались еще ересями, но Кайруанская династия Аглебитов боролась за правую догму. Тогда сковывалось в Кайруане новое единство. Магреб, в состав которого вошли страны Марокк, Алжира, Тунисии, скоро Магреб поднялся на Египет и стал потрясать распадавшийся халифат. Африканская Мекка блистала мечетями, в которых школы выпустили кадр ученых, поэтов и проповедников. В книгах хранилище Кайруана еще недоступным для нас сохранилась до ныне рукпись стихов Кайруанской принцессы, писанная золотыми чернилами. Кайруанская династия Фатимидов внедряс в Египет перелицовывает селение Эль-Кахеру, в отныне мощный Каир. Восточный Магреб, Тунисия, преобразует арабский восток. В западном слагаются великолепия мавританского стиля, давшего блеск Испании. Лишь на короткое время приподнят Тунис, но Кайруан доминирует. Он видит послов великого Карла, дружившего с аглибитами. Аглабиды, аглибиты, арабская династия, 800-1909 годы, в Ифрикии, Северной Африки, основана Ибрахимом ибн Аль-Аглабом, создавшим фактически независимый эмират со столицей в Кайруане. Фатимиды, династия арабских халифов, 909-1171 годы, возводившие свое происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда, правило в Северной Африке, затем в Египте. Каир Аль-Кахира был основан в 969 году берберскими войсками под командованием Джао-Харас-Сикили к северу от Фустата, прежней столицы Египта. В ветреный день мы садимся на поезд, пересекающий Родесскую низменность по направлению к приморскому городу Сузан. Поездка в Кайруан состоялась 26-27 февраля 1911 года. Прошмыгнув под ущельем Двугорбой горы, мы подверглись атакам свирепого ветра, опрокинувшего на нас тучи бурых песков. Замелькали песчаные лысины, перерождая ландшафт в преддверии пустыни. Пересевши на Кайруанскую ветку, удивился я натиску ветра, двигавшего на остановках наш поезд назад. Перед Кайруаном пропали и чаклы, и зелени, буро-черные вои и песков мчались бешено с юга на север, скрыв далии небо, и кто-то сказал, здесь три года уже не видали дождя, чуть покапает, и снова засуха. Но что это? В морыке проступили какие-то белесоватые, покатые плоскости, рябоватые пустыни, казавшиеся воздухом, в нем выявились призраки буро-бледных, белеющих, а, наконец, вовсе белых, зубцов, куполов, миноретиков, взвейных, как кисейное кружево, меж землею и небом. Поезд подъехал вплоть к городской стене, выйдя, увязли ногами в белой зыбучей массе, здесь увидали кучку арабов в бьющихся от буря бурнусах, стадо верблюдов и издали проходящих в ворота да несколько домиков за пределами города, казарму, гостиницу для приезжих к главному образом англичан да подобие муниципалитета. То единственный след цивилизации, сжатый в точку и выброшенный за городскую черту, город без пригорода, сел, как наш Кремль меж четырех толстых стен, отгородивших от немоты пустынь, гортанный говор тысячи бьющихся друг от друга бурнусов и синих негритянских плащей, хлынувших в Кайруан от зеленых раздолий Судана. Кайруан глядит в сторону Тимбукту, Европе же он подставляет спину. Оказавшись в отеле с десятью посетителями, англичанами, мы испытали чувство, будто несколько часов, отделивших нас от Родесса, развернули нам расстояние, равное расстоянию от земли до луны. И лунный житель, по прозвищу Мужество, втершись в доверие к нам, оказался с нами, это был араб-проводник, и он нам предлагал не терять времени дернуть с ним за границы Тунисии, посетив Годессы и Гуфсу, здесь запасши с палатками, верблюдами, ничего не стоит нырнуть с ним в пустыню. Габес, залив и порт в Средиземном море, Гавса, город в южной части Туниса. Тотчас же после обеда, перебежав песчаную площадь, отделявшую от городских ворот, мы с мужеством оказались в лабиринте ульчонок, то опускающихся, то взлетавших, с холма любовались пространством кварталов, слагающих белые плоскости крыш неправильной формы. Так строились первые этажи, со встававшими на них кубами вторых этажей и с белыми башнями третьих. Отовсюду гнулись сегменты куполов, полукруга не видели мы, эти сегменты складывались из белых ребер, сбежавшихся к центру и севших на кольца, под которыми на цилиндрическом основании виделись овалы окон. Плоскости крыши открывались в улице ямами пестрых ловчонок, без окон, подпертых колонками. Десять тысяч колонок перетащили арабы сюда из развалина римского города, полузасыпанного пустыни. В мечети Огбы их более тысячи всюду встали подобие триумфальных арок, расписанных черно-белым орнаментом вместо цветных изразцов кружевных стен Туниса. Толпа не блистала здесь пестрю Гондур, золотом жилетов и белыми атласами мавританских тюрбанов, напоминающим Митры. Поразило отсутствие зелени. Ни садов, ни аллеек, ни легких бассейнов, грозная белизна на буром песке. Взвизгнет ветер, и все взлетает под небо. Нет города, только бурое облако, из которого медленно немо крепнут очерки башен и стен. Здесь жизнь жутка. Пояснение белого. Гондура — цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус. Путевые заметки. Пометавшись по уличкам, мы до утра простились с мужеством и замкнулись в своей комнатушке, прислушиваясь к шакальему плачу ветров. В окна глядели зубчатые стены и башни, которые стали розовые на багровой заре. На стене под узорчатым бастионом появились женщины в черном, неся на плечах кувшины. Они шли из сумерок в сумерки. Изо всех городских ворот Кайруана открывается бледная сушь горбатосклонных песков, прочерненных ветром, безнадежность, робость и страх. Пески полны блохами, скорпионами и ядовитыми кобрами, ни кустика, ни травинки. После дождей пробивается всюду зеленый покров. Дождей не было уже три года, и зелень сгинула. И над корнями злаков бугры, брошенные сахарой, которая крадется отовсюду, перегрызая связи со всем тебе знакомым и милым. Сахара ухает бытами тебе незнаемой жизни. Через день или два мы с мужеством посетили орошаемый участок пустыни и утонули в розовом дыме персиковых и миндальных цветов куполки марабу. Кое-где пропузатились из-за склонов. Запомнилась мне одна усыпальница марабу, покрытая жутким орнаментом из переплетенных черных пантер. Марабу — наименование юродивых святых, в честь которых мусульмане воздвигают каменные усыпальницы, увенчанные куполами с изощренными резными дверями. В Кайруане столетиями формировались школы дервишей. Проходившие их получали звание асауи, более почетные, нежели звание дервиша, кроме умения поедать пауков, наносить себе раны, вертеться в экстазии и заклинать змей, асауи, где научились и высшим дарам. Кайруан переполнен фокусниками, гадателями, заклинателями и прочими шарлатанами. Начитавшись книг о мусульманском йогизме, я попросил мужества познакомить нас с дервишем асауи. Знаю, что вам надо. Есть тут один асауи, и я, коль я отыщу его, вечером он вам покажет своих очарованных кобр. Англичане не интересуются асауями, им довольно и фокусников. Итак, завтра вечером ждите меня к десяти. На другой день вечером, когда в небе открылись огромные звезды, каких я не видел нигде, постучали, и мужество, болтая кистью цветов, заткнуто им за ухо, шмыгнул к нам. Ну, есть асауи, я согласен. За сколько же? Вы внесете в кафе по тарифу, он платы себе не возьмет, он исчезти. Мы вышли в холодную ночь. Пробежав под воротами, мы заюлили в ульчонках, едва озаряемых огоньками арабских кафе, из которых неслись глухо страстные звуки там-тама, слагавшие полного смысла мелодии, вспомнились слова тютчего, о чем ты воешь, ветра ночной, о чем так сетуешь, безумно. Сверт. Мужество рванул дверь, и мы оказались в переполненном бурнусом и пестром пространстве, покрытом кажущимися золотыми циновками, на которых, склоняясь, лежа и полусидя, арабы гнулись над шашками, протолкались мы на помост к арабам, вооруженным местными инструментами. Приволокли европейский столик, два стула для нас. Мужество мне шепнул, скосив в сторону глаз, вот он. И я увидел в углу высокую, тонкую фигуру арабов, белой повязки, изощренно склоненного над доской, ему в спину, мужество, что-то гортанно отбарабанил, не разгибая, сара повернулся на нас, чуть прищурясь, не удостаивая разгляда, лицо его поразило. Оно позднее мне напомнило лицо фараона Рамсеса второго, но расплавленное экстазом, которое я видел в иные моменты у Никиша, дирижировавшего симфонии, и я подумал, так видно выглядели гиерофанты Египта, и так, вероятно, бы выглядел Эмпедокл, склоненный над кратером Этны, перед тем, как низвергнуться в кратер, осуществляя заветную мысль соединиться с огнем. Раб скачил, и, не глядя на нас, сбросив себя повязку, легким прыжком взлетел на помост. Черная прядь выстриженной головы разбросалась с макушки змейками на плечо ему, развязав, он бросил перед собою мешок, закачавшись над ним и являя каждым движением чудо-ритма и сдержанности. Тогда из мешка поползла кобра, которую, где он сегодня поймал лишь не стану описывать фокусов с ней. Она бешено бегала по помосту, задевшей меня своим скользким хвостом, и вдруг бросилась в сторону насклоненного Бербера с молниеносной быстротою и силою палец Дервиша упал на кончик ее хвоста и скачок и был оборван питою. Змея ритмически закачалась, теперь поднимая на Бербера раздутую рестовидную шею. Выходя из кафе, мы с Асей сказали друг другу «Лица того Бербера мы никогда не забудем». Не стану описывать всех впечатлений от бытовых мелочей, которые мне бросались в глаза в Кайруане, не останавливаясь и на восторге перед орнаментом и чистотою отделки кайруанских ковров, лишь скажу, Кайруан новый повод к чтению мне ряда книг, посвященных культуре и быту арабов, этому чтению и уж позднее отдавался годами арабы. К половине седьмого века остатки Западной Римской империи в Европе представляли собою ничто. В это время слагалась вне Европы громада, подобная древнему Вавилонскому царству, распавшемуся ровно за семь столетий до новой эры. До рождения Магомета Аравия представляла собою пестрые смеси из иудейских и древних сабиитских культур. Среди обитателей Мекки мы видим утонченных культур трегеров, принадлежащих к племени корейшитов. Араб-горожанин в седле сопровождал арабов воина, он забирал тотчас же в покоренной стране в свои руки строительство культуры и государственности. Так в покоряемой Сирии взятые города, процветавшие до арабов, всячески сохранялись арабами, как, например, Дамаск, ставший первой столицей калифов, здесь древний храм, языческий, потом христианский, с толпышной мечетью, Иоанн Дамаскин, христианский певец, стал учителем геометрии и важным чиновником при дворе Абду-Мелика 684-705 годы. Население побежденных стран давало контингент чиновников, арабский язык не сразу начал господствовать, в византийских провинциях циркулировали долго еще византийские деньги, успех арабов-завоевателей в том, что они поддерживали мелких землевладельцев, развивали промышленность и технику мореплавания, арабы быстро ликвидировали парсизм, ассимилировавший его культуру, уча с поэзией персов, выявили они новый синтез поэзии фердоуси и так далее. Культура сабы, сабийского царства, племенного союза и государства, возникшего на территории Южной Аравии не позднее восьмого века до нашей эры. До ислама Мекка, священный город мусульман, суннитов и место их паломничества, была населена племенем Курейш. Парсизм, религия парсов, жителей Ирана, их потомков, бежавших в Индию в седьмом и десятом веках после арабского завоевания. Для нее характерно почитание огня, воды, воздуха и земли. Из усвоения переработки греческой и древнеперсидской письменности в Багдаде выявился новый синтез культур. Сирийские переводчики переводят на арабский с пехлевийского, санскритского и с греческого. В попытке соединения индийской и греческой математики рождается арабская алгебра. Вокруг Гарун Аль-Рашида собирается кружок философов, ученых, поэтов. Астроном Калиф Аль-Мамун следует культурной политике Гарун Аль-Рашида. Он лично заинтересован в том, чтобы иметь перевод эвклида. В арабском Палермо, в арабской Испании, арабской Индии, позднее в негрском Тимбукту, та же картина. В восьмом веке на новых дрожжах всходит поэзия периода доисламского в ряде новых оммейитских поэтов. Калифа Валида Второго, бедуина Джамиля, которого звали рыцарь-дамы Бютейны, классика сатирика Джамиля Вольнодумца Иезида, острого осмеятеля Корана, мекканца дамского угодника Мара Рабия, поэта-композитора Ибн Айяса, духом Заратустры веет от арабской поэзии восьмого века. В девятом же веке слагаются странствования моряка Синдбада и коллекция сказок Тысячи и одной ночи. Поэты, жившие в период правления династии Омейядов 661-750 годы, управлявшие дамасским халифатом, в состав которого входили большая часть Пиренейского полуострова, Северная Африка, Аравия, часть Передней и Средней Азии. В основу памятника средневековой арабской литературы Тысячи и одна ночь, по мнению большинства исследователей, лег сделанный приблизительно в девятом веке арабский перевод сборника Тысяча сказок на среднеперсидском языке Пехлеви. Эпоха Абдурахмана и Хакема Второго в Испании продолжает такие взрывы культурных стремлений. Кордовская академия насчитывает не менее четырехсот тысяч томов, Кордовский университет завоевывает себе громкую славу, вводится всеобщая грамотность. Толедо, Валенсия, Малага становится культурными центрами тоже в Сицилии. Арабские поэты сравнивают Палермо с красавицей в ожерелье срацинских замков, составивших над городом амфитеатр. Арабы работают в области филологии, истории, математики. Аль-Хаваризми открывает принцип логарифмирования, сочинение Аль-Батани, еще живы двигают мысль Регио-Монтана, астроном Абуль-Ваффа-Могомет предвосхищает мысли Тихо-де-Браги, арабами переводится Аристотель, Эвклид, Птолемей, Гиппократ, Гален, для того, чтобы позднее их возвратить Европе. К одиннадцатому веку арабская культура зажигает светом своему далекую Бухару, здесь гремят сочинения философа-медика Авиценны, давшего энциклопедию под названием Книга Исцелений. Период правления халифов Абдарахмана III 929-961 год и его сына Аль-Хакама II 961-976 годы время наивысшего расцвета Кордовского халифата мусульманского государства на Пиренейском полуострове. Книга Исцелений главный философский труд Ибн Сины Алиценны представителя восточного аристотилизма. Рост арабской культуры невероятен. По развиваемым темам краски культуры изысканы, она переваривает ей предшествующую культуру Александрии, Персии, Индии, потому что она проводит прогрессивный по тому времени и рациональный замысел дать исход свободе развития племенных и бытовых различий внутри единого государства, что осуществлено в автономиях, сумма которых образует сумны четыре мусульманских обряда западно-африканский, египетский, багдадский и индостанский. Такая свобода вызывает массовый переход в мусульманство среди покоренных народностей, умение ввести религию в практику быта дает арабизму устойчивость и комфортабельность. Сунна VII-IX века мусульманское священное предание, изложенное в рассказах, хадисах о поступках и изречениях Мухаммеда. Эти рассказы как бы поясняют и дополняют Коран. Вспомним в эпоху предшествующую мусульманству. Мы имеем дело с уничтожением последнего остатка когда-то бывшего эллинского свободомыслия и с угошением памяти о некогда бывшем республиканском строе. Всюду в Европе являющий ряд деспотий, деспотии эти варваризируются. Мрак и жестокость господствуют всю. Умелорасчетливая политика партии и слагающий калифат состоит в том, что она силится проводить принцип просвещенного для того времени абсолютизма. Из Византии изгнанный Аристотель всасывается в культуру арабов. Но, как скорые экономические условия европейской жизни созревают до роста потребности третьего сословия преодрения санс, Аристотель с науками всасываются обратно в Европу, арабы становятся толкачами монголов. Вырождающийся рационализм изживает себя в иронии, в юморе, в скепсисе, в анекдоте. И юмором, скепсисом, анекдотиком переполнено позднее предание мусульман. Анекдот порой порхает по стенам кайруанских мечетей и фигурирует всюду прихоти юродивого марабу. Легенды гласят, например, о юродивом Бродобрее и о принадлежности к его ремесла. А вот мечеть сабли. В ней святыми реликвиями становится гигантская сабля и полуторасоженная трубка, которую выкуривал без задоха почтенный святой. За ним трубку всюду таскал рослый негр. В мечети Огбы показывают каменные гробницы собаки, верблюда, принадлежавших Огбе. В одной из мечетей служители подводили к столбу, предлагая прошмыгивать меж столбом и стеной, прибавляя при этом, что мне-то легко прошмыгнуть, а вот толстому каково этим делом заняться. Здесь обряд каламбурен. Весельчакам лишь подстать каламбурить обрядами. Мусульманство отчасти столкнулось с началами христианства как хохот с отчаянным плачем. Мусульманство когда-то вдохнуло веселье и смех в ряд народов, обитавших на южных берегах Средиземноморья. Народы, же заселившие его север, жили образами тяжелого бреда, вандалы, лангобарды, гунны, норманы, столетия проливали здесь кровь. В тысячном году ждали мирового конца, тысячный год прошел, а нищие Европа осталась, надо было устроиться на земле. И папский престол создал легенду о тысячелетнем земном царстве и о государстве храме. Папы организуют нищих бродяг в монаршские ордена и в нищие рыцарства, выкидывая этой чандали лозунги завоевания Иерусалима и подменяя храм пустым мрачным гробом. Двухсотлетний период крестовых походов отдает папам власть, но результат знакомства с Востоком и с укрываемым в нем Аристотелем все когда-то вытолкнутое из Европы в нее возвращается с возвращением в Европу нищего рыцарства. Перерождается Трубадур, нищий рыцарь, выскатель о приключении, столетием позднее он уже гуманизм, чтобы некогда стать либералом. Политическая революция столетия возревала на революции быта. К двенадцатому столетию в Европу врывается Аристотель, распространяемый в переводах. Переводчики Аделяр из Баты, Роберт из Ретины и прочие изучают Платона, Аристотеля и мудрость арабов. Архиепископ Раймон в Толедо образует коллегию переводчиков. Иоанн Сивильский здесь перевел Аристотеля в конце двенадцатого века, проникшего в Париж и восстановившего интерес к физике Давид из Динана между Востоком и Западом. Начинается обмен идей, рождавших новые вкусы, подхваченные в Сицилии и ставшие в то время преддверием к Ренессансу. Такие мысли в предощущении впервые мелькнули мне в Африке, когда я прослеживал проблему отношений между Западом и Востоком. Тунисия и Французы В последние недели нашего пребывания в Родессе весьма участились поездки в Тунис и посещение древнего Карфагена. Помню здесь наш восторг пред камеями финикийской работы и помню сидение в пестрой, блещущей из росами деревне по имени Сидибусаид, приподнятый на утесистый карфагенский мыс. С трех сторон в него хлопали разъяренные волны. Сидибусаид место паломничества, деревушка носила название чтимого марабу, но в легенду о нем был вплетен каламбур с переодеванием. Сидибусаид есть, согласно легенде, Людовик святой, здесь скончавшийся от чумы, по словам христиан. Это ложь, сочиняемая неверными христианами. Дело в том, что Людовик пришел к мусульманству под действием проповеди и тайно покинул вооруженный свой лагерь. Неверные вместо него похоронили простого солдата. Людовик святой, предприняв в 1270 году крестовый поход, высадился с войском в Карфагене и умер от муровой язвы, свирепствовавшей в Тунисии. Эти дни мне связаны и с Бельведером, парком, разведенным французами около города. Здесь запомнился павильон, опирающийся на ряд белых колонночек и разблещенный израстцами. От него море зелени падает к белоснежным арабским кварталам Туниса. За ним лиловатый мыс, голубое пятно залива, зелень дорожек, усыпанных красным песком, упадает к белым кубам арабских домиков. На дорожках же кучкой бывало несутся арабские женщины, отвеивая плещущий снег одежд и показывая черные лицевые пятна, лица их закутаны шелком. Последний месяц жизни в Родессе все грезилось о будущих путешествиях наших в Туат и далее. Сахара, Судан и Гвинея не спроставить влекли, ведь Фробениус скоро потом начал связывать с Атлантидой раскопки свои здесь введенные. Живя тут, я почитывал историю этих мест. Мне, наконец, открылись усилия Франции завоевать Судан и Нигерию. Конец века прошел здесь в боях, мне открылись образы завоевания Канкана и Динеи. Я не раз удивлялся здешнему черному Наполеону, так недавно еще с беззаветной храбростью и умением, отражавшему много лет натиск французов и научившему негров лить пушки. Я много читал о культуре старого Тимбукту и о царстве Сонгойцев, столетия сохранявших культуру Египта и стилем здесь найденных зданий и культом богини Гатор. Французы колонизаторы воспитывали детей корольков во французских школах и превращали их в местных чиновников, посредством которых они управляли туземцами. Мысли по этому поводу мною изложены во втором томе путевых заметок, не появившемся в свет. Вот что писал я в главке «22 Франции» «Вы не знаете Франции? Европейская Франция Малый отросток гигантского тела лежащего в Африке Никогда не пришло вам на ум точно вымерить Францию Вымерил я Отношение ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара равняется дроби 1 22 Я боюсь будет час Кровь с огромной силой прильет голове организма французской Европы Кровь черная миллионами негров Мулата вдруг хлынет она в Париж В 1908 году Лео Фробениус совершил экспедицию на юго-западный берег Африки в область между Того и Либерии его раскопки выявили остатки древней цивилизации Йорруба Канкан Диэнея города в Западной Африке подробнее смотри путевые заметки Тимбукту Томбукту город на левом берегу реки Нигер основанный в 11 12 веках как перевалочный пункт караванной торговли В 13 15 веках важнейший экономический и культурный центр государства Мали а в конце 15 16 веках государства Сонгайи от этого времени сохранились крупные мечети В 1591 году завоен марокканцами Сонгойцы этническое ядро Сонгайи империи Гао раннефеодального государства в Западной Африке в 15 16 веках самого значительного в этом регионе занимавшего огромные территории прекратившего свое существование в начале 17 века Я зачитывался сведениями о формовании в Нигерии негрских полков и о передвижении на северах В 1912 году я писал В будущей Европейской войне негритянская армия будет оплотом французов Второй том путевых заметок 22 Франции Не так ли случилось? Негры вскоре же оккупировали Рур высаживались они и в Одессе Открывалась мне здесь и сущность французского буржуа перерождаться в колониях в паразитах Я его наблюдал как он мусорит местный быт отбросами своего быта у местного может быть в Европе но здесь отвратительного колонизатор предстал мне в Африке как гнилостная бактерия я в Тунисе инстинктивно стал отталкиваться от большинства европейцев поговорить-ка с сезоносым французиком в котелке здесь ненужном с какую дикую злобую он обливается потом шипит на арабов из-за своих огороженных тыкв с надписью проход запрещен меж проход запрещен и меж я съел свое жаркое протекает его вредоносная жизнь тощеньким комаришком является он выпивать кровь туземцев и как ненавидит он их как позорит они дегрязны и они погибнут от сифилиса чем он им помогает разве тем что им продает он ликер отравляющих или он прививает безвкусицу им ввозимыми из Европы дешевыми сипцами разорение пьянство разврат разъедают жизнь берберов все идет от французов арабы тунисии платят им ненавистью характерен ответ одного из проводников впивавшегося в нас в тунисии и три часа водившего нас показывать то что мы и без него знали когда он высылал из нас все что мог и разговор перешел на тему об отношении арабов к французам то на мой вопрос как относитесь вы к французам он с усмешку мне ответил да приблизительно так же как вы относитесь к докучливым и вам ненужным проводникам ответ был классичен в ответ на вторжение французов арабы интеллигенты издававшие в тунисе несколько оппозиционных газет подчеркивали национальную пестроту костюма я не видел арабов интеллигентов которые сменили бы свою пестроту на пиджак и на брюки они ходили по европейскому кварталу тунисии в бархатах утрирующих национальное одеяние тунисские мавры и берберы упорны в отстаивании своей традиционной культуры не в пример каирским феллахам и с кожей лезущим чтобы быть европейцами в изысканных смокингах в запахе адриколона которые распространяют они что-то есть внушающее сожаление впечатление от последних недель нашей жизни в Тунисе превратил родесский домик вместо усиленного семинария над бытом жизни арабов и обработкой сырья наблюдений собираемого по окрестностям в этой работе мы пересекались вполне ничто личное не вставало мишнами водворило смешнами и общность переживаний и общность чтения я писал путевые заметки ася же зарисовывала мне ландшафт и мечеть родесса и типы для будущей книги обстание домика располагало к работе в игрушечной комнатке внутри башенки с выходом на плоскую крышу откуда мы озирали родес захуанские горы и кафе на веранде которого располагалась картина арабская группа эта крыша источник многочасовых задушевнейших разговоров которые поднимали большие проблемы арабской культуры так что отними у нас Африку мы удивились чего ради соединили мы жизни ася в своих увлечениях доходила до чертиков можно было подумать что она влюблена в каждого прохожего сельчанина в котором она содержала тип расы однажды заснув на тахте ярко застанной черными и желтыми и вишневыми тряпками с восклицанием вскочила она с блаженной улыбкой и невидящими глазами произнесла ах араб он цветок что с тобой но она продолжала сидеть на тахте обрамоча ерунду и я понял она не проснулась еще содержанием шестимесячной жизни нам стала романтика переходившая в бред сквозь который вырос вместо Африки нам миф об офейре или же подымался образ близкого будущего образ Африки которая множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе первоначально первая часть путевых заметок белого была издана под заглавием офейра Москва 1921 год как сейчас стоит в памяти израстовая комнатка устная шелками тахта кайруанский коврик курильница из которой струил свои сны темно-синий кальянный прибор я в зеленом халате и феске чечье развивал передасе свою философию в эти дни нас связала друг с другом лишь Африка отнимись она мы с испугом вперились бы пустыми глазами друг в друга с испугом мелькнула бы мысль почему это вместе мы мы уезжаем в Египет приходилось чаще являться в Тунис за справками о Египте где по слухам гнездилась чума в санитарном бюро успокоили нас ничего не подобного в это же предотъездное время я сделал открытое нападение на Эмилия Меттнера в длинном письме из Родесса в нем я подытоживал двухлетие мусагета и сомневался чтобы политика Меттнера главным образом накладывать свое ветро на новые начинания наши имела бы смысл я писал мусагет приблизился к тупику из которого выхода нет ответ Меттнера даже не крик а рассерженный взвиск показавший что он нервно болен что надо его успокоить я успокоил но с горьким сознанием смотри запись белого о марте 1911 года тяжелый удар от письма Меттнера в ответ на мое мне ясно что с мусагетом все кончено что будущего нашего коллектива есть лишь агония не больше ракурс к дневнику академия с таким чувством отплыл я в Египет в туманистый ветреный день море пенилось ночь была лунная уж на рассвете впереди затуманился в прожить опаловый остров как облачный морок над морем поднявшийся Мальта он приближался и мы различали квадраты и кубы и утесы венчавших домов это город валетто утесы в растрещинах при приближении трещины те оказались лестницами ступенчатых улиц каждая состояла из ряда площадок между подъемами в пять четыре и десять и больше ступенек дома обрамлявшие улицы вытянулись четырехэтажные здания с резными арабскими окнами белые и Ася Тургенева отплыли из Туниса восьмого марта нового стиля на следующий день прибыли на остров Мальта в тот же день отплыли в порт Саид смотри письмо белого к матери от второго пятнадцатого марта тысячи девятьсот одиннадцатого года я с любопытством разглядывал жителей помесь арабов и греков мальтийки весьма поэтически кутались в свои плащи и носили крылатые черные шляпы напоминавшие паруса остров был прихотливо разрезан заливами сложенными из отвесных утесов между которыми густо дымили здесь спрятанные английские броненосцы эскадры которая из гибралтарской эскадры являла мощь Англии город Валетта веял нас милитаризмом впечатление крепло дуло орудий глядели из узких проливов надаль на площади перед дворцом караул золотомундирных декоративных солдат в снежно-белых лосинах и в шапках мехастых картин нанес службу узнали что ждать парохода в Египет нам надо с неделю мы тщетно просили пристроить к любому судну нас но в пароходной компании в этом отказывали это жалился наконец стойте-ка я позвоню есть судно в порт Саид оно с грузом железа коль капитан согласится вас взять то спешите и телефонный звонок капитану согласи судно уходит сейчас мы в гостиницу за багажами все же вовремя для наборода и весьма добродушного вида старик капитан родом из Вюртенберга лет сорок сновавший по всем океанам нас лично повел показать нам каюту плывите хотя бы до Китая нам будет повадней со спутниками ветер сильно крепчал когда наша академия выйдя из гавани медленно поплыла вдоль отвесов тут же позвали обедать в обществе старого капитана его помощника усатого вежливого берлинца был вкусен и даже уютен обед капитан опрокинул нам нагл ряд рассказов своих деля с опытом сорокалетнего плавания мне запомнились после обеденной прогулки по палубе с ним ветер рвал его бороду бросивши руку за борт восклицал он здесь вот под нами в большой глубине живут змеи гиганты я но ученые оспаривают эту веру ученые что вы говорите вы нас капитанов спросите ученые много ли плавают а мой друг капитан в этом месте сам видел она поднялась над поверхностью моря вон там точно столб телеграфный и опустился дружба со стариком крепла с первого дня он узнавший что ася граверша предстал чтобы она рисовала его три-четыре сеанса на капитанском мостике сблизили с капитаном и мы получили право бродить где угодно с тех пор часто мы забирались на рубку или опускались к скотному двору устроенному на корме часто я наблюдал как китайцы служившие на академии измеривали глубину академия с грузом плыла к берегам янце кианга и по мере того как мы ближе узнали слово охотливого старика он к нам стал приставать ну зачем вам в египет плывите-ка с нами в цейлон месяца три после мы застреваем в японии вам слезать нечего днем можете съезжать на берег ночи будете проводить на академии я недорого право возьму за шесть месяцев путешествия с остановкой в японии с плаванием по янце киангу три тысячи франков идет случай выпал на редкость счастливый но не до мысли что не взял я кредитива с собой и в каире ждала меня сумма из мусагета а на руках денег не было так лишился я путешествия дни проведенные на академии все же остались в память первый день путешествия нас покачало был штурм но на следующий же день он перешел в волнение ставшее легкой приятную зыбью сопровождавший до берегов египта цвет моря из темно-синего стал изумрудный начались песчаные отмели в день когда море было особенно синим старик капитан бросив руку налево сказал мы на уровне крита а на другой уже день за той же прогулкой он бросив руку направо воскликнул там триполи воздух мглел и жарчел от пустыни египетской вечером накануне приезда приказ команде готовиться к приему угля все нас соблазняли что ж едемте офицеры готовились вынимали и чистили белые кители которые завтра станут им необходимы в суэцком канале ударить жара как вот в красное море войдем замелькают летучие рыбы мне было жаль бросить милое общество так мне хотелось испытать жару тропиков мне остается академия в памяти как образ чистого передвижения как соответствие формы быта самим содержанием жизни но делать нечего и мы следили печально за тем как из мути выяснивался нам домбедский маяк прошли мимо него мимо отмелей порт Саида откуда издали стал возвышаться и наконец приблизившись вырос памятник инженера Лесепса памятник строителю Суэцкого канала Фердинанду фон Лесепсу работой Фремье 1899 год на Малу на высоком цоколь в порт Саид Белый и Ася Тургенева прибыли 14 марта нового стиля а на следующий день приехали в Каир на встречу к нам мчала с берега моторная лодка и в Белом Пикейном во всем зашли местные власти и доктор Патрап Каир Порт Саид город авантюристов вдоль белых домиков рассевшихся у канала толпа подозрительных греков и левантийцев шикующих чуть ли не розовыми и сиренево-нежными пиджаками здесь смеси культур флор и фаун трех континентов наряду с флорой Греции и искусственно насаждаемая флора Бенгалии вместе с обычной африканскую Пальмику Левантийцы этнические группы в составе сирийцев и ливанцев потомки европейских колонистов смешавшихся с местным населением Поезд мчал уже нас у самого берега узкого и лениво посверкивающего канала и мы сравнивали колориты песков двух пустынь Ливийской и Аравийской Песчаные дюны Аравии видели снег красноватыми дюны же Африки помаячили бледно-мертвенным зеленовато-грифельным колером вероятно это была лишь иллюзия восприятия пустыня струилась и зыбилась потенциалами всех возможных миражей верблюд морду вздернувший мне оказался зеленым на фоне дрожащего же красного колера вдоль канала двигался еле-еле корабль проталкиваясь к Суэцу но крутой поворот и канал отступает мы мчимся на всех порах прочь впереди нас цветущий оаз ослепляющий яркую зеленью сахарного тростника среди которого вылепились из коричнево-серого илоквадраты домов произъявший пастями дверей и дырами черных окон мы проносились и мимо грязного города за Газига и продолжали нести средь густеющей зелени линия приподнятого над нами оросительного каналика оброшенного деревцами острый крылатый бело-голубой парус кажется что он скользит по земле там же пашут мотаются головы черных буйволов а кубово-синие сельчане в филлахе в коричневых шапочках в длинных и пышных широкорукавных одеждах а бассе ходят за ними и вспоминаются золотые изумрудные черноземные поля Владимир Соловьев первые строки стихотворения Нильская дельта 1898 год около Каира врезаемся снова в песчанно-пыльные местности вон блеснул Нил из пыли от бесплодных холмов мог Катама мечеть Измаила рябые ворота и башни облупленные цитадели а что там за Нилом тускнеющие треугольники как пирамиды не верится мечеть Аль-Гуюши на вершине холма Мукатам над Каиром построенная в 1085 году цитадель Салахаддина в Каире 12 век резиденция правителей Египта на протяжении семи веков Эз-Заказик город на железной дороге соединяющий порт Саид и Каир Ехавший с нами в Каир египтянин в изящнейшей фреске и в палевой паре разговорился от самого Загазига со мной к моему изумлению он оказался поклонником Льва Толстого Каир о Каир восклицал всю дорогу нет города великолепней не даром он самый дорогой город в мире да вы сами увидите он оказался чиновником и всю дорогу рассказывал нам анекдоты и случаи своей деятельности между прочим про город затерянный где-то в песках его жители все погибают от смертельных укусов зеленого скорпиона кишащего в скалах и в трещинах старых домов там фарфоровые баночки с кислотой ставят ножки постели чтобы не заползло насекомое узнав что нам надо достать себе комнату подешевле он вызвался тотчас свезти нас в отель откуда бы мы спокойнее могли начать поиски постоянного помещения вот и каирский перрон лай носильщиков плеск их халатов разрывы на части испуганных пассажиров сплошное ха-ха из которого выкрики дхаласа адек ну и даже князь не случайно первый же проводник наш рекомендовался нам ахметом хахаю субъекты в каире на нас нападавшие стали мне скалищие зубы кричащую хахаю ну и отель в комнатеночке сур подоконники темно-коричневые от густой руки мажущей пыль и пыль не вода служитель носатая ха-ха ха-ха ва-баси совсем не внимал мольбе дать воды из окна гам коричневое пересечение ульчонок безвкусных бессмысленных ими мы долго кружились в вокзале проталкиваясь сквозь толпу и наталкиваясь на верблюдов весело встретил египет развернув план каира который я прежде еще изучил мы наметили себе квартал Касра-Эль-Ниль и к нему тотчас двинулись еще в Тунисе в насилиемом сду где-то в агентстве рекомендующем иностранцам где справиться о сдаваемых комнатах нам указывали на квартал Касра-Эль-Ниль приезжающие богачи телеграммы заказывают себе комнаты в колоссальных отелях паласах спландидах и прочих отелях где платят минимум 20 франков в сутки за комнатку в 2-3 шага не более в Каире более миллиона жителей он раскинулся на громадное пространство врезаясь в гущу тропической зелени здесь там подскакивая на каменистую и вовсе бесплодную почву а вот там кварталами вылезая в безводе ливийской пустыни он весь переплетение арабских и коптских кварталов с полуевропейскими даже совсем европейскими все части города пересекает трамвай мы вскочив на него понеслись через путаницу кривых загогулин и оказали в широких прямых как стрела зеленеющих улицах с рядом цветущих газонов переходящих в сады над которыми дуги трескучий пылящих кишок орошали перловыми брызгами зелень и все это в перебивку с тяжелыми шестиэтажными зданиями светло-коричневые темно-бурого колеров тонущими в сети веранд надувающих свои парусин это все обиталище биржевых королей отдыхающих здесь на тонных проспектах украшенных серыми касками египетских полисменов широкоплечих с узкой талией стоящих на перекрестках везде чистота самые жесты с которыми полицейские подымают белую палочку напоминали жесты египетских человечков на фресках так старый египет врывался в Каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы он обслуживал уличное движение или стоял здесь как знак украшения проспекта и над бытом двадцатого века из тусклого неба являлся царство теней ряд проспектов прямых как стрела открывали вдали перспективы из пальмовых парков вот повис мост Касрл Эль-Ниль меж Каиром и островом спортивных площадок открывая дорогу в Булакский музей с возлежащей в нем как живой мумии фараона Рамсеса второго разительно улыбавшего из стеклянного гроба белым зубом своим с которого не стер тэмаль и казалось что встанет надев модный смокинг пройдет по проспекту весьма фешенебельно замешиваясь в утонченные пары из леди джентльменов в белейших костюмах в колониальных касках сплещущей вуалью в Хамсин южный ветер пустыни небо станет коричнево бурым тогда от летящих над головой песков все закутаются в вуали спасая глаза в этих тонных кварталах обитель теней проницает весьма фешенебельные цветочные парфюмерные табачные книжные магазины с разбитыми перед ними искусственными цветниками в табачных расставлены катки с растениями при тростниковых креслах в которых сидят джентльмены раскуривающие тут же купленные сигары кафе-курильня а не магазин бродя выходили отсюда мы к великолепной набережной и пересекший мост Касрл-эль-Ниль заходили в кафе Булакского парка свисающий над отвесами Нильского берега и склоняясь над водой отдыхали под колоссальными пальмами солнце уже становилось склоняясь к закату тусклеющим кругом и угасало в пыли высоко над землей веяними здесь неслись мимо коричневатые сумерки пальмы теряли стволы и тусклели под ногами вдоль Нилы бывало лед полосатых бело-голубых парусов и вдруг прекрасное просияние мути но без источников света грустные золотокарии эти щемящие сумерки я полюбил хоть рыдала душа пошуркивали большеголовые ушастые ящеры косолапа скрываясь в мангровой заросли флоры здешнего сада бенгальской в первый же день зайдя в агентство и получив адреса сдаваемых комнат мы сняли сравнительно недорогую на улице прилегающей к Каср-эль-Ниль у венгерки одной из тех дам которыми переполнен квартал и занятия которых весьма подозрительны не то сдача комнат не то дом свидания обитатели Каср-эль-Ниль не местные жители европейцы шикующие левантийцы воняющие одеколоном и луком да греки Каир тоже город авантюристов в этом квартале города подчеркнуто настроение разложения и гибели американский или английский буржуа пересаженные из своего домашнего кресла в каирское кресло выглядят часто посаженным на электрический стул ему хочется крикнуть петля и яма тебе слова из серебряного голубя в которых передано ощущение от сектантского родения набережная Каср-эль-Ниль и сады Булака место моих размышлений европейцы колонизаторы надо увидеть его не в центре страны а в колонии чтобы понять перерождение его в кровь сосущего паразита французы с нарочной откровенностью жалит арабов в каире же англичане не замечают их арабское население арабские магазины ничто один египтянин шикарно одет и мне с яростью жаловался верьте не было случая чтобы приехавший сюда англичанин раз хоть что-нибудь купил у араба чиновники состоящие здесь на службе раз в год получивший отпуск едут в лондон где закупают все что нужно на год от костюма до английской булавки игнорирование всего характерного неанглийского англичан есть инстинкт в здешних отелях вы не отведаете местных блюд англичанину путешествующему скуком закрыта страна по которой он путешествует те же виски плумпудинг попав в пинамидный отель я увидел фраки оголенные лопатки напудренных старых леди вместе с плумпудингом английская мумия оказалась мертвее египетской ей говорившей здесь яма и петля тебе булавские сумерки с первого дня мне связались со старым египтом вскочивши в трамвай промчавшись по мосту разрезав тропический парк оказались у места где все засерело песками на сотни пустых километров сурово пустыни ливийской в сумерках помню как соскочили с трамваем и около гостиницы пирамид перед двумя чудовищами тяготевшими миллионопудовыми глыбами камня рассвеченными заривыми рефлексами от фиолетово розовых до угрожающих ржаво рыжих мы тронулись к ним утопая ногами в песке отдаваясь чувству что каждый шаг выдавливал новые тяжести которыми пирамиды и крепли и разбухали вот и заняли собой полнеба серява повесился бледный месяц меж ними переживали странные чувства как будто от них через нас пробежал электрический ток непрочитанных образов прошлого скрывшего свои ужасы все что ты мыслил о древнем Египте вдруг смыло с Египтом действительно бывшим но в книгах нечитанном ты его читаешь из книги тебе открывшийся вдруг точно ты жил в нем заснул и очнувшись через пять тысяч лет видишь ясно что было и видишь что я самая петля была для тебя человек так пережил я ощупывая первой камень у всхода камень мне оказался по грудь шириной был равен моим распростертым ладоням прижавшимся к серой его рябоватой поверхности пирамида заламывалась в небеса скрыв вершину а бок ее виделся с улицу тысячи трухлявых камней свои громоздили массивы и я ощущал себя с вырванным мозгом и с волосами стоящими дыбом темя покрылась мурашками не было имени странному состоянию сознания нас охватившему близ пирамид в час заката когда воздух стал карем и охватила старинная неизъяснимая невыносимая грусть с этого дня мы ходили часто сюда мы ощупывали ступени ладонями или сидели в песке предогромной разрытую негрскую головой сфинкс глядел нам в глаза филлахи как черти бросавшиеся на туристов взявшие с нас мзду уже нас не тревожили предоставляя свободу слоняться присаживаться на ступени гробницы или таиться в сумерках среди вырытых колон храма сфинкса до ночи здесь дни были пламенные ночи же нас замораживали небо делалось невыразимо синим прозрачным дымило сияние месяца около двенадцати ночи мы мчались в почти опустевшем трамвае над тишью песков уносяся в цветущие парки булака арабский каир влево от набережной Казра-Эль-Ниль в низменной местности куда ведут холмистые склоны ряд коптских кварталов местность эта называется старый каир тут же находится остров Рода на нем сооружение Нилометра грязь пыль блохи встречают вас здесь и главное здесь подвергаетесь вы нападению особого типа разбойников беспрепятственно схватывающих за шиворот это проводники они устраивают здесь облаву и вы загоняетесь в ту или иную коптскую церковку я не раз схватывался с этими разбойными кучками защищая свободу передвижения себя и аси приходилось при помощи палки от них отбиваться хотя двигаться здесь одному это значит застрять в тупике потеряв всю надежду на выход в иные кварталы головоломки сплошных и грязно-коричневых тупичков производит впечатление баррикад под которыми надо нырять надо знать где проюркнуть и где перелезть чтобы мочь двинуться дальше коптские церковки миниатюрны но их следует осмотреть непременно иконостасы их отличаются бесподобно тонкой резьбой с тонкой костяною инкрустацией в темно-коричневом дереве любопытно огромные церковные книжищи в инкрустированных переплетах коптские попы что-то бормочут в них уткнувшие носы что именно не понимают они и сами они крайне невежественны в этих грязных кварталах встречаете вы очень стройного тощего как сажа черного обесинца с орлиным носом острую бородкую клинушком и протонченным лицом выбираясь из старого города вы поднимаетесь вверх и попадаете в мучительное сплетение арабских кварталов где улицы грязны темны потому что каждый этаж выступает над ниже лежащим дома же здесь трех-четырехэтажные улица представляет собою с двух сторон систему выступов заслоняющих свет видишь полоску неба вверху внизу гамканье сорт толчая локтебои толкается все обилие мусульманских народностей и филахи и арабы африки и арабы аравии все в серые белый черных плащах в характерных повязках арабы берберии левантинцы в пиджачных парах субъекты в аббасиях поверх которых нелепо надет европейский пиджак на маленьких площадках неподвижно сидят узкоглазые цепенеющие монголы из средней Азии с узкими глазками и с характерными скулами вероятно паломники посещающие каир на обратном пути и змейки в этой пестрой толпе ковыляют ползают показывая свои ужасные язвы уроды и карлики такого бреда нигде не встретите вы в это месиво врезываются караваны богато украшенных пестропопонных верблюдов с сидящими на них неподвижно цветистыми женщинами в шелках тут мелькают феллашки с глиняными кувшинами на головах и плечах они в черных платьях и выглядят точно наши монашенки у них полуоткрыто лицо занавешанное от переносицы до подбородка глаза же живые и огненные по сцеплению коленчатых уличек вы проталкиваетесь вместе с толпой мимо дыр открывающих в улицу свои сласти и пряности тут продажи шелков туфель кош и мехов вы пересекаете площади шагов пятнадцать в диаметре с витиеватыми исчерпленными тяжелой лепкой мечетями при которых высокими пальцами торчат шестигранные покрытые как лепною проказу и минареты знаменитые в прошлом мечети Каира не нравились мне по отношению к мечетям Тунисии Персии Туркестана они являются бы безобразной завитое барокко между тем мечети эти видели в своих стенах белую стройную фигуру самого нур-эд-дин о справедливости которого ходят в Каире раи мусульманских легенд по этим вот улочкам он великолепный наездник ловко умеющий на коне отбивать мечи ехал суровый прямой плеща складками с него спадающего бурнуться иногда попавший в струю вы несетесь с десятками изломанных уличек и вдруг выталкиваетесь в молчание пустой площади не зная где вы теперь очутились в площадь вливается ряд пустых кривулей совсем мертвый квартал некого спросить как вернуться к местам более или менее обитаемым ни полисмена и ни трамвая сесть негде так всюду грязно о том чтобы зайти в кафе нельзя и подумать просиживал много в арабских кафе Тунисе и Родеса чистых и играющих изразцами в здешних кафе кишат блохи да вши две трети Каира состоит из плетения кварталов подобных описанному местность эта калития от Нила поднимается вверх до подступов и башен огромнейшей городской цитадели подняты над Каиром он простирается весь под ногами теперь вблизи цитаделей протянутые к небу пальцы больших миноретов принадлежащих главным мечетям Каира между арабским городом и европейским кварталом ряды улиц представляющих собой сплетение полуевропейских полуарабских убивающих свою безвкусицу домов забредя забредя сюда раз или два мы потом старались обходить эти места да и в арабском городе не слишком долго застрянешь с целью понять его быт после каждого посещения необходимо переменить белье которое здесь становится неводом уловляющим блух я не стану описывать как мы осматривали арабские музеи и прочие достопримечательности это все рассказано во втором томе путевых заметок не в музее характерной стиле Каира как целого а в разнобое кварталов опубликована первоначальная редакция египетских путевых заметок белого и также Андрей Белый Египет отрывки из второй части путевых очерков Офейра в книге Московский альманах Москва 1922 год Древний Каир Старый арабский Каир не волнует а пятитысячелетний древний Египет кометы врезаясь в сознание в нем оживает как самая жгучая современность и даже как предстоящее будущее в чем сила превращающая тысячелетнюю пыль в наше время терялся в догадках почему в стране мумии Европа оказывалась неотличимой от мумии вероятно что мы стоим накануне работ осуществимых лишь миллионными коллективами подобными тем которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид но вздрагивало сознание что мы стоим накануне возведения циклопических контуров какие взлетали в древнем Египте рабы ли мы вот что меня волновало когда я попирал ногами гранитную статую фараона Рамзеса источенную дождями и ветром сам фараон живо мне улыбался из своего стеклянного гроба и выглядел он моложе своего извояния в Египте я прозирал новый Египет развивавший вокруг себя свои повторные формы и скоро открылся мне что в бетонах Европы тот же по существу неизменившийся египетский стиль и Египет папируса в прах подлинное перевоплощение Египта технические сооружения электростанций мостов и так далее и этот Египет повсюду присутствовал с нами он восставал перед нами и образом египетского полисмена в английской каске с поднятой белой палочкой задержавшего перед нами трамвай тем же самым египетским стилизованным жестом который сохранил полубарельеф выщербленный на мастаба на могиле этот Египет выскакивал на европейский проспект обелиском из парка посыпанного пирамидным песком перекочевали мы на этот самый песок пирамиды притягивали мы ощупывали рябых камни тая умысел самим без филлахов скарабкаться на вершины их хотя бы ценой невероятных усилий но толпа крючконосых дьяволов в черно-синих абассиях и эффектно задрапированных в серые фиолетовые вуали бросалась за нами едва пытались мы подняться на первые массивы брошенные в основание пирамиды нас стаскивали обратно лишь раз удалось нам добраться до входа во внутренность пирамиды нам показалось что смотрим мы с вершины трех-четырехэтажного дома но тут же толпа скричавших филлахов грубо нас сволокла мы оказались у будки где мне предложили дать подпись что управление пирамид не ответственно нашей гибели пришлось покориться но когда я увидел толпу человек в тридцать пять составлявшую наш эскорт при подъеме я опять взбунтовался и тяжбу с толпой разрешил шеях деревни дав нам по два проводника которые должны были тянуть нас за руки при подъеме третий должен был подкидывать сзади проводники пригласили новых проводников при нас сверх того оказались сказочник кофейни гадальчик словом двадцать человек с гамом и криком ринуло с нами когда мы понеслись на гигантских прыжках осиливать не менее ста восьмидесяти двухсот ступеней вышиной около полуметра это скакание задыхающихся вверх подбрасываемых тел молящих об остановке было подобно пытке сначала адский голоб пошел вверх по ребру остановка мы оказались припертыми к площадке на которой едва могли удержаться ноги внизу была бездна куда я бы свергся если бы не кольцо из филлахов нас прижимавших спиною к ребру потом тем же адским голобом швыряли нас в кость от ребра так достигли половины подъема и после присели аси тут сделалось дурно я оказался припертым к ступени которой высота была более метра а широта сидений не более двадцати сантиметров в этом месте ужасная иллюзия зрения над головой видишь не более трех-четырех ступеней вниз то же самое ступени загнуты пирамида видится повешенной в воздух планеты не имеющий касания с землей ты вот-вот-вот свергнешься через головы тебя держащих людей головой вниз вверх пятами мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения это странное физиологическое ощущение переходящее в моральное чувство вывернутости тебя наизнанку называют здешние арабы пирамидной болезнью средство от которой горячее кофе пока мы лечились им проводники сев под нами на нижних ступенях готовы были принять нас в объятия если бы мы ринулись вниз а хотелось не зринуться несмотря ни на что потому что все что не есть как вскричало ужас я мои петли тебе человек поле пирамид и восхождение на пирамиду Хеопса подробно описаны в путевых очерках белого Египет современник 1912 год номер 6 смотри главку сфинкс в путевых заметках московский альманах в рукописном варианте этого эпизода воспоминания и более подробно характеристика пирамидных переживаний последствия пирамидной болезни какая-то перемена органов восприятия жизнь окрасила с новой тональностью как будто я всходил на рябые ступени одним сошел же другим и то новое отношение к жизни с которым сошел я с бесплодной вершины скоро сказался в произведениях моих жизнь которую видел я красочно как бы слиняла сравните краски романа серебряный голубь с тотчас же начатым петербургом и вас поразят мрачно серые черноватые или вовсе бесцветные линии петербурга ощущение сфинкции пирамид сопровождает мой роман петербург для меня же эта вывернутость наизнанку связала с поворотным моментом всей жизни последствия пирамидной болезни перемена органов восприятия жизнь окрасилась новой тональностью как будто всходил на рябые ступени одним сошел же другим измененное отношение к жизни сказала скоро начатым петербургом там передано ощущение стояния перед сфинксом на протяжении всего романа пустыня кажется зеленоватой и мертвенной впрочем мертвена жизнь хорошо здесь навеки остаться в толстом пробковом шлеме с вуалью сидит Николай Аполлонович на куче песку перед ним громадная голова валится тысячелетним песчаником Николай Аполлонович сидит перед сфинксом Николай Аполлонович провалился в Египте культура трухлявая голова в ней все умерло будет взрыв все сметется но есть какие-то звуки грохочут в Каире особенный грохот с металлическим басовым тяготящим оттенком и Николай Аполлонович тянется к мумиям Петербург вторая часть страница 268 завечерела в беззорные сумерки грудой гизеха протянуты грозно да-да все расширено в них загораются темно-карие светы душно и он привалился задумчиво к мертвому пирамидному боку он сам пирамида вершина культуры которая рухнет Петербург вот с чем сошел я с вершины как бы оглушенный падением огромного тела и глухоту с той поры я понес по годам пирамидная болезнь длилась долго меж влезанием на труклявый бок пирамиды и переживаниями Петербурга протянулась явная связь приводимый отрывок вставляю сознательно я в этом месте эта схваченность роком вперенность сфинкса загадывающего нам загадки сопровождала года и снова голоп и вновь остановка и наконец на вершине мы площадка не больше десяти шагов эти десять шагов образовались потому что англичане молоточками откалывая себе по куску снизили пирамиду метров на пять сверху кажется она невысокой расстояние до основания может быть уменьшилось от падения сумерок солнце село один из арабов бросивши руку в любую песчаную тускль ужасающей мрачности произнес там смерть там блуждая месяцами не встретишь воды действительно там разбросались не пески даже а черные да ужас раскаленные камни хамады где никто не бывал в сахаре нет таких мест только ливийская пустыня их знает спуск с пирамид легок наши прогулки по паркам булака часто оканчивались у подножия пирамид здесь развертывалась пустыня соблазняя к экскурсии Мемфис Бедрехем и к другим прикаирским окрестностям то мы посещали домик Мариетта и опускались в могильные помещения которые как например комнатки гробницы Ти восхищали чудесными полубарельефами стен выищенными с предельной реалистической четкостью то мы блуждали по подземной галерее Сапераума разглядывая открывающиеся справа и слева гробницы Аписов то отдыхали присев на огромной поверженной гранитной мавзолей Рамзеса представленным не памятникой а только пальмовой рощей да озерцом запомнился переезд из Мемфиса к пирамидам Гизеха на остриках Мы ныряли среди песчаных бугров вдоль маленьких котловин знак которых дали не видны а видны отовсюду вытарчивающие пирамидки и между ними одна ступенчатая эпохи персидского владычества этот путь этот путь до черно духоту, поднимая мучительные кошмары. Наши вечерние прогулки по Каасраэль-Ниль и задумчивые посиды в булакских садах остались мне как этап жизни, как переоценка прежних путей и как охваченность чувством рока, связавшегося с нашим бегством из Москвы. Это бегство развертывалось для нас все более и более в провал всей культуры, а обнаружилось, что бежали мы не из Москвы, а из целой трухлевшей культуры Москва, Париж, Лондон, Каир — все одно. И недаром египетская старина прорастала в Египет двадцатого века, как и наоборот, Лондоном, Берлином, Парижем, Москвой этот век безысходно валился в египетские подземелья. И недаром рыдала душа на булакском закате. Она рыдала о том, что нет вырыва ей всюду рабства, меж нашим уездом и будущим испуганным возвращением домой углублялась переоценка всех ценностей личных, идеологических. Перерождался взгляд мой на жизнь, неся в будущем ряд своих революций, протекавших по-разному и во мне, и в Асе. Наше состояние друг перед другом в Египте связывало внутренние повороты, происходившие в нас, с образами друг друга. Образы эти разрастались неимоверно, и Ася, казалось, вперяется в меня взором сфинкса, и я, вероятно, вперялся в нее этим взором. Каир остается мне переломным моментом во всем путешествии нашем. До Каира, как бы путь наш лежал вперед, с Каиры же начиналось возвращение туда, откуда мы вырвались. Мы возвращались, чтобы вынашивать, сидя на месте, теперь вовсе новые критерии жизни, не входившие доселе в сознание. Поглядев друг на друга с испугом, как бы мы увидели, из глаз наших смотрит неведомое друг на друга. Мы в Египет приехали на три недели и хотели проехать до Нильских порогов, посетивши Луксор, Асуан, но несчастное разгильдяйство мусагетского секретаря Кожебаткина нас не только лишило поездки, оставив без денег, но и заставило пять недель ожидать этих денег в раскаляемом день ото дня и овиваемом хамсином Каире. Яв мешала с кошмаром. Все последние дни мы как бы бредили, тоскливо шатаясь по Казр-Эль-Ниль, и тщетно час бежать из Египта. Наконец день настал, взяты билеты в Явфу, помнится, накануне отъезда мы сидели над Нилом и созерцали в последний раз медленной золотокарий закат. Сумерки полнились уху неслышным рыданием. Мне вдруг стало грустно, что никогда уже не увидим этих мутных и трепетных сумерок. Мы прощались и с ними их не увидели больше нигде. И Иерусалим. Последние две недели в Египте, как бы мне, прошли под хамсинными сумерками. Мертвый, желто-коричневый мутью окрашен был свет. В день отъезда такие же сумерки тускло маячили над Порт-Саидом. По мере того, как перемещались мы к Яффе, мне отчетливо осозналось, сумерки эти весьма символические. Для нас они сумерки всей Европы. В Тунисе я впервые увидел изнанку колонизации. Она мне открылась как паразитизм. Египет лишь утвердил это мнение. После Тунисии Египта с особенной лютостью относился я ко всем выявлениям европейской цивилизации. И я осознал, что итог путешествия нашего не случайен. Мы ехали с Асии в Европу, а оказались совсем неожиданно в Африке. Возвращались же Азии, минуя Афины, где мы должны были оказаться согласно первоначальному плану. Это неспроста. Европейцы всюду нам предстояли как угнетатели, исказители и развратители мира. С тех пор до самых годов мировой войны во мне стали медленно крепнуть переживания, итог которых решительное принятие лозунгов октября. О политике я эти годы не думал, а оказался с момента войны в самых левых рядах, не приемлющих старого мира. После африканского путешествия России я уже не противополагаю Европе. Весьма характерно, что Иерусалим встретил меня конфликтом с русской буржуазией. Конфликт произошел в отеле Иерусалимского подворья, в котором остановились мы. Ранним утром наш пароход закачался у ясных вот Яффы. Мы впервые после пятинедельной жизни в Каире увидели юно-весенние, бледно-голубые барашки на небе и чистые юно-голубые тона весеннего неба. Сообразив, что более месяца небо Египта не показало нам ни одного настоящего облачка, не чистого голубого тона. Небо Египта виделось кубово или каленкоро-черным, когда не бывало тусклю. Помню, как радостно мы стояли, опершись о борт и разглядывая совершенно прозрачную воду, из которой фосфорно нам сияли розовые, бирюзоватые или фиолетовые стайки в воде скользивших медуз вместе со стайками бриллиантовых рыбок. Перед нами стлали зеленые апельсинники Явского берега, покрытого беленькими домиками европейского типа. Голубой фон далеких иудейских гор придавал особую приветливость береговому ландшафту. Пароход осадили многие десятки пестреньких лодочек с разноцветными лодочниками, кричавшими во все горло. Вот босоногая толпа уже с громкими криками абордировала пароходные трапы. Мы были схвачены, скручены, чуть не избиты. Вещи наши тотчас же вырвали у нас, и вот они полетели за борт. Я схватился за Асю, чтобы хотя бы ее не оторвали грабители от меня. Мы попали с ней в одну лодку, но я с ужасом видел, как вещи наши через головы крикунов, метавших их из рук в руки, несли издалеко от нас, куда-то в сторону. Я тщетно кричал, протягиваясь за ними, успокоительно с берегом не махали руками, где все разберется. Действительно, вот уже мы в вагоне, вещи при нас, но новая мука, десять минут руганье сроем кричащих голов в фесках, желающих аннексировать нас на все время нашего пребывания в Палестине. Два фунта в день, включая поездки в Вифлеем, Галилейскому озеру, на Мертвое море, будете довольны, хорошие ослики, отмахиваюсь. Поезд уже летит по свежим зеленым, покрытым яркими пятнами цветов лугам и холмам Удеи, встретившей нас пышной молодой еще зеленью, свежестью и даже влагой. Но скоро же начались здесь дождливые дни, солнце спряталось, а я схватил насморк. От Яфы до Иерусалима незаметный подъем. Перед Иерусалимом гряда иудейских холмов развертывалась сплошным недостроенным городом. Среди этих вылепленных природою стен, бастионов и барельефов, отчетливый орнамент настоящей стены с вышками церквей и мечетей, выточенной из весело цветного местного камня. Так издали выглядел семиворотный пестроцветный Иерусалим, обстанный многими домиками, широко развернувшихся европейских предместий, состоящих из сплошных садов миссий — английской, русской, французской, немецкой и т.д. Не помню, где мы остановились. Помню, что это был английский отель, дорогой, неуютный, безвкусный и чопорный. Выскочив из него, тотчас же мы зашатались по кривеньким уличкам мусульманского города и по пригороду, ширившему свои парки, в которых тонули постройки, принадлежавшие миссиям. Огромные зеленые пространства русской миссии притянули наше внимание, хотя бы потому, что сады ее пересекал поток мужиков и ярких кумачевых баб. Мы пять месяцев не видели русского человека, а тут сразу Тул, Рязань, Ярославль и т.д. — ярмарка говоров, окающих и акающих, чувствующих себя, по-видимому, как дома. Мне запомнилась баба, торговавшая здесь какой-то мелочью, давно в Иерусалиме. Приехал назад восемь месяцев, тут так повадно, я и осталась. Позднее мы узнали, что многие из богомольцев застревают на месяцы. Не умею сказать, где они проживают и чем промышляют, но должен сознаться, окрестности Иерусалима после Египта показались мне очень уютными. Самые турки, сирийцы, арабы по цветам, по манерам так согласно сливались с российскую кумачевую пестротой, особенно назарецкие женщины с незакрытыми лицами в красных наподобие сарафана платьях выглядят так знакомо, настоящими рязанскими бабами. Я потом наблюдал переход национальности от Сирии до Украины. Мне казалось, что перехода никакого и нет. Уезжая на запад, чувствуешь резко границу между Волынью и Австрией, а между Африкой, Азией и югом России границы не чувствуешь. Русская миссия. Система густоделенных куб, средь которых разбросаны здания консульства, здания Иерусалимского подворья для богомольцев, среди которых есть настоящий великолепный отель с хорошими дешевыми комнатами и очень вкусным столом. Там стиль пансионный, заведующий держался любезным хозяином, и из своего дорогого и неприветливого английского отеля мы тотчас же перекочевали сюда. Но перекочевка эта мне стоила многих кислых весьма минут. У сестер Тургеневых была и де фикс. Не унизить себя до церковного брака. Какое мещанство! Уж я их несли, щекотливости, проистекающие отсюда. Русское общество, в среду которого мы попали в Иерусалиме, было тонное. За таблюдотным столом нашим тонн, задавала мадам Олив, жена губернатора, и кислый барин с лицом и манерами Бунина. При въезде Ася с фырком расписался в книге нам данной Тургенева. Я же остался Бугаевым. Так и выскочил на доске. Комната номер один, Бугаев, Тургенева. Когда же мы вышли к обеду, то нас ждала встреча, на лицах стояла. Авантюрист Бугаев похитил юную барышню из нашего общества. Сыпались неприятнейшие намеки по моему адресу. Мне давали понять. Даже самый костюм, где мой неприличен, короткие штаны, гамаши, пробковый шлем. Дочка, мадам Олив и сама мадам Олив подчеркнули свою симпатию к Асе, вдруг выяснилось. Я писатель, Андрей Белый, сразу же переменился тон отношений ко мне, и я попал в общество. Надменный барин оказался другом моего друга Рачинского, от которого много наслышался обо мне. Тут же обнаружился и переводчик отрывков Лао-Дзе, японец Конисси, знававший отца. А обнаружился, наконец, Турченинов, знававший В.К. Кампиони, знакомец Аси. За табльдотом словом открылась Москва в Иерусалиме. Та самая, из которой мы с Асей спасались с обегством. Я, конечно, запомнил укусы, которыми мы были встречены. Милая Родина, в лице нашего московского общества виделась мне неискренней маскою. И характерно. С тех пор начинаются мои встречи с Москвой, как с местом мне чуждым. Прежде бывало мне всякий москвич выглядел нашим, таким-то Иван Ивановичем. Теперь же всякий Иван Иванович становится мне господином таким-то. Я ждал от него неприятностей. Всякая встреча с Москвой отпечатлевается, как встреча с той или иной частью того же все ненавистного мне международного буржуазного общества. Наша Москва, только часть черного интернационала, Морозова, Метнер, Рачинский, участвуют в нем точно так же, как Щукин и Рябушинский. В Иерусалим мы приехали перед Пасхой и, следовательно, посетили подобающие религиозные церемонии и омовение ног, и святой огонь, и так далее. В прочее время мы с увлечением толклись по тесным ульчонкам турецкого города, чаще всего забегая на пустую, огромную камнемощенную площадь, которой кончался город, обрываясь к Елеонской горе грандиозной веранды. Посредине ее шестигранно выселась, поражая мозаикой розово-красная мечеть Омара, здание эпохи Юстиниана. Она стояла на месте древнего Соломонова храма. Посредине пространства ее скала, на которой Абраам приносил в жертву сына, пестрые веселые стены и улицы Иерусалима не имеют ничего общего с древним городом, разрушенным до основания Титом. Постройки, относимы к эпохе крестоносцев, христианские святости здесь перемешаны с мусульманскими памятниками. Вы идете по людной торговой уличке, свертываете почти к ответственному спуску и попадаете на крышу храма гроба Господня, здания, состоящего из ряда церквей под одной общей кровлей. Здесь гроб Господень соединен переходом с Голгофой, находящейся под покровительством католиков. Посредине квадратной комнаты на каменном столбе стоит реалистически разрисованный земной пуп, о которой я больно ушиб колен. Страстная неделя. Разгары страстей, приводящие к дракам среди духовенства. Места в храмах разобраны по часам представителями разных культов. Если к известному часу не кончат службу, скажем, католики, врывается дикая толпа бородатых православных монахов и бьет их крестами по спинам. При этих частых побоищах являются турецкие городовые, они величественно предшествуют всем процессиям, пристукивая огромными булавами по мостовой. Процент сокрушенных скул и носов увеличился бы, если бы не эти защитники христианского культа мне рассказывали про побоищи, бывшие незадолго до нас в подземных коридорах Вифлеемского храма около Яслей. Здесь рубились крестами попы разных культов, те же турецкие городовики ежегодно спасают жизнь патриарха на празднике нисхождения с неба огня. Я видел это ужасное зрелище, дрожащее от страха, старец, облеченный в белый атлас, несется с двумя факелами в руках, как затравленный заяц, охраняемый городовиками от тысяч с ревом прущих за огнем богомольцев. Мрачное впечатление произвела на меня Иерусалимская святая неделя. Церемонии напоминали порою фиглярство. Так видел я обряд омовения ног, происходивший на площади перед гробом Господним. Я его разглядывал с крыши одного из домов, выходящих на площадь, а обряд этот, совершаемый двенадцатью епископами, комичен до ужаса. Двенадцать стариков в золотых митрах обнажили ноги, а патриарх трудлюбиво их отирал. Видел я также и плач евреев о разрушенных стенах. Пять-шесть стариков в золотых халатах перед Иерусалимской стеной привлекли и много сот любопытных, щелкавших кодаками вокруг этого зрелища. Но в гораздо большей степени Иерусалим мне запомнился веселыми прогулками за пределами города с посидением в турецких кофейнях, где я много беседовал с добродушными турками. Запомнился и инцидент в мечети Омара, о нем писали в европейских газетах. Какие-то любители археологи, подкупившие шейха мечети, производили в месяцах по ночам в ней раскопки, а не выкрали какие-то разрытые ценности, в ночь же открытия кражи из Яфы отчалил корабль с похищенным. Мы ничего не зная о событии, взволновавшем Иерусалим, бродили в этот день перед мечетью Омара, удивляясь глухому волнению вокруг нас. Женщины, мимо которых мы шли, поднимали руки над нашими головами, по-видимому проклиная нас, а два парня в фесках схватились даже за камни. Мы поспешили ретироваться. Когда аж подходили к ограде миссии, то встретили наших крестьян, бегущих от площади храма гроба Господня. Они кричали на них, где в городе напали турки. За обедом заведующий подворьем сказал «Как вы ничего не знаете? Весь Иерусалим кричит о воровстве в мечети. Дернул же вас идти на площадь в эдкий день. Не выходите за ограду подворья сегодня, иначе я не ручаюсь за вас». Ворота подворья были забаррикадированы. Около них появилось несколько великолепных красноковтанных кавасов, вооруженных с ног до головы. Чуть ли не возник дипломатический инцидент с протестами миссий, требованиями охраны иностранцев и так далее. Был день, когда последним грозил погром. В этот день с богомолей вернулась процессия мусульман со знаменами. Узнавшая о краже в мечети, она хотела устроить резню европейцев. Эту процессию видели мы в момент ее выхода из Иерусалима. Члены процессии, остановясь перед гробом богоматери, склонились знамена, пропевши какой-то гимн. Иерусалим остается мне в памяти центром антихристианской пропаганды, пропаганда в показе грубых нравов, неопрятного во всех отношениях греческого духовенства. Сперва собирались мы совершить поездку на осликах к берегам Галилейского озера и ехать морем до Афин, чтобы через Константинополь вернуться в Одессу. Но, насмотревшись на нравы греческого духовенства, расстались мы с мыслью об этом сантиментальном путешествии. Иерусалим грубо ушибает верующих. Вспомните, как здесь томился Гоголь. И мы решили вернуться в Одессу. Гоголь был в Иерусалиме во второй половине февраля 1848 года. Смотри его письма из Иерусалима от 16-18 февраля. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 14. Ленинград. 1952 год. До Одессы. Переезд Яффа-Одесса совершили мы на пароходе Русского пароходного общества. Белый и Ася Тургенева выехали из Яффы 11-24 апреля 1911 года. Прибыли в Одессу 22 апреля старого стиля. Смотри описание морского путешествия из Палестины в Одессу в письме Белого к матери от 22 апреля 1911 года. Восток. Запад. Этот путь ничем не отметился в смысле встречи с людьми. Все впечатления приносило море. Мы получили удобную маленькую каютку, в которой мне хорошо заработалось. И к концу трехнедельного путешествия мой письменный столик вполне стал рабочим столом. За отдельную плату отвели нам на палубе два удобнейших шезлонга, и мы почти все время комфортабельно покоились в них, следя за линией берегов, сирийских и малоазиатских, и за панорамой островов Архипелага. Погода стояла великолепная, веяла весенним теплом, и по мере того, как мы поднимались на север, все больше теплело ни облачко. Всю дорогу ни качки, ни ветерка, ни дождя. Глядя на ленту береговых панорам, развертывающих Палестину, Сирию, Малую Азию, мы совершенно бездумно подводили итоги нашему полугодовому странствию. Мы говорили о том, что пятна путевых впечатлений, разгляд бытов переродил нас так, что только в годах скажется перерождение это. Проблемы истории взволновали меня, я себя теперь осознал в душе очеркистому путешественнику. Равнодушными сперва взглядами скользили мы по скучноватым плоским берегам Палестины и Сирии, промелькнули издали апельсинники кайфы, неизвестные европейцам, но знаменитые здесь явские апельсины, ничто перед кайфскими. Прочертилось линии европейских построек города Бейрута с монументальным зданием университета, устроенного американцами? Поразили лесистые горы, увенчанные снегами в месте схождения Сирии с Малой Азией, Александретта, Мерсина. Здесь открывалась железная дорога, идущая на Багдад. От Мерсины пароход ушел в море, берега скрылись. На следующее утро я любовался старыми бастионами и могучими башнями острова Родоса, после которого морская линия горизонта изрезалась рядом причудливых островов, в полосу которых вступили мы, и плыли в ней дня четыре или пять, то был архипелаг. Никогда не забуду я ряда каменных фантастических очертаний, среди которых тихо скользили мы. Вот остров-дракон, вытянувший свою пасть по направлению к морю, но мы оплываем его. Через двадцать минут его контур меняется, он делается не драконом, а, например, великаном, башней или контуром орла, льва и так далее. Исчезло открытое море, заполнившись десятками островов, разделенных узкими проливами. Градация земель, пустынных, каменных, золотистых, обставала нас днем и ночью. Сочетание вод, легчайшей голубизны, золотовато-нежными рельефами утесов, погружало нас в сплошной сон. Мне впервые предстал здесь генезис греческой мифологии, ибо я видел химер, драконов, вставшего из воды Посейдона, Атласа и прочих действующих лиц греческих мифов. Я понял, что мифология греков — рассказ о причудливых земляных формах, торчавших из моря. Пять дней отдавались мы сказке, созерцая метаморфозу контуров. А новые и новые острова намечались из горизонта, в то время как те, которые проплывали мимо нас, становились фантазией, одетой в дымку, с противоположной стороны горизонта. Даже не заметили мы, как мимо прошли очертания Патмуса, Лесбуса и других мест, связанных с историей Греции. Я считаю, что пять дней, отданных впечатлениям архипелага, были днями сплошной поэзии. Мы приближались к Смирне, где должны были простоять больше дня, и уже собирались использовать день стоянки, съехавши на берег, но в город нас не пустили, там началась холера. Вознаградили себя высткой в метиленах. Пестрые до вычурности греки в красных фрегийских шапчиках с чудовищно пышными сборами алых штанов вверху, обтягивающих нижнюю часть ног, как трико, с остроконечными туфлями в четверть аршина длины, пестрые греки перевезли нас в город. Белые чистые домики, утопающие в зелени, кисти белых сиреней, падающих каскадами отовсюду, щебет птиц, смех. Удивительное место метилены — летней резиденции одесских греков-богачей. За метиленами окрестности стали однообразно суровы. При входе в мраморное море глядели мы на пустынные малазийские берега, нащупывая глазами остатки исторической трои, и вот уже открылся веселый Босфор с пестротой из стены мечети Золотого Рога. Пароход причалил к мосту, соединявшему оба берега. На одном — европейские кварталы Пера и Галата, на другом — Старый Стамбул. Здесь мы простояли около полутора суток. Взяв на день высококвалифицированного проводника с соответственно высоким тарифом, очень достойного вида, мы отдались ему в руки и не жалели об этом. В результате мы получили полное восприятие города в целом, даже в паузах, восстановках, во времени, отведенном нам проводником для еды, чувствовался вкус и умение. Я не стану описывать мечеть Истамбула, стены его, семибашенный замок, мусульманское кладбище и сладкие воды Европы, по которым совершили мы длинное путешествие в легком кайке с гулянием по зеленой береговой мураве, все это описано. И Лоти, и особенно Клодом Фаррером, его романе «Человек, который убил», и вторично описывать, значит, дать худший, ненужный вариант классических образцов. И кроме того, после Кайруана, Тунисии, Египта и Палестины впечатления наши были притуплены. Приезжего из Берлина, Парижа, Москвы может интересовать восточный стиль города, для нас этот стиль был только повтором. Я отмечу лишь облик турецкой женщины, весело разгуливающие с подругами на зеленых лугах, окаймляющих сладкие воды Европы, высокая, живоглазая, с почти открытым лицом, для вида лишь опущенным черным или кремовым кружевом у подбородка. Чаще всего она мне встречалась в ярком желто-коричневом платье с золотистым отливом и с современными пелеринками. И потом характерны фигуры крутящихся константинопольских дервишей, для набородых, с важными лицами, в огромнейших барашковых колпаках и мекишат улицы города. Нас более интересовали военные из млада турок. Они окончили образование в парижском Сан-Сири, отличались изысканностью манер, прекрасной французской речью, блестящим мундиром, и предупредительной вежливостью по отношению к дамам, что, впрочем, не помешало впоследствии им совершать деяния, превосходящие жестокостью деяния башебузуков. Млада турки — европейское название членов Турецкой националистической организации «Единение и прогресс», основанной в 1889 году и пришедшей к власти в 1908 году, в результате руководимой ими младо-турецкой революции. Подразумевается, прежде всего, насаждавшиеся младо-турками практика геноцида, истребление около полутора миллионов армян, населявших Западную Армению в 1914-1918 годах. Сладкие воды Европы — два полноводных ручья Али-Бейсу, Кидарос и Киат-Ханесу, Баарбизес, впадающие в Золотой Рог. Долина этих ручьев — популярное место прогулок. Каик — длинная лодка с двумя-тремя парами весел, характерная для Константинополя и Золотого Рога. Галату и Пера, признаться, пренебрегли мы, кварталы эти плохие копии всякого европейского города. Хваленый вид Босфора, разумеется, живописен, но, по-моему, и неаполитанский, особенно тунисский залив красотой и размахами берегов превосходит Босфор. Хорош, правда, вид на далеко открывающиеся Принцевы острова, но мы были слишком утомлены всем, что ряд месяцев проходило перед глазами, чтобы теперь пристально вглядываться в предстающие прелести. Словом, когда наш пароход плыл вдоль извилистых и покрытых вилами берегов Босфора, я мало вникал в красоту берегов, которые все сужались, сужались. Справа и слева стояли орудия, дулы их были направлены к русскому северу, вот последний коленчатый поворот и Черное море, которое действительно показалось мне черным по сравнению со Средиземным, как полагается, здесь стало покачивать нас, прокачало весь следующий день до темноты. Когда же небо покрылись звезды, показался северный берег, густо усеянный огнями Одессы. Перед нею мы стали и простояли всю ночь, чтобы с утра подвергнуться всевозможным осмотрам. С грустью я выбросил мой револьвер, защищавший нас в мраке кривых переулков Родесса, но делать нечего. Мне позднее ярко вспомнилось мое вперение в береговой огни. Я себя ощущал тогда точно вор, подкравшийся к ненавистному мне российскому государству, которое, зная оно, каким подъезжал, не должно бы было впускать меня, как почти государственного преступника, в свои пределы. Много лет спустя, уже после Октябрьской революции, вспомнилось это противостояние, но в другом образе, между мной и царской Россией. Непереступимые черта. Интервенты посылают свои суда в Одессу. Пролитариат защищает ее. Я издали с севера, из советской Москвы, вперяюсь в нападающих на СССР негров, часть моих прежних знакомых. Даже когда-то друзей в качестве эмигрантов спасаются из пределов России, эти два момента живо шевелились в сознании, противополагаясь друг другу в девятнадцатом и двадцатом годах. Не стану описывать, как мы беспро-ко осматривали Одессу. Как проводили около суток в Киеве, где невольно обратили внимание на пестрые пятна крестьянских одежд, которыми рассветились окрестные холмы, Ася сказала мне, «Посмотри-ка, чем все это отличается от Палестины, те же краски на людях и даже в ландшафте». Скоро мы оказались в обстании хорошо внеизвестных видов Полесье, вот уже Луцк со знакомой Устырью и древними башнями чуть ли не двенадцатого столетия, возвышавшимися над рекой. На станции ждали нас лошади, мы покатили по столь привычной дороге, и вон-вон уже там, на фоне дубового густоствольного леса, знакомый, приветливый белый домик лесничества. Вторая глава Опять боголюбы Вот и подъехали к белому домику, на ступеньках ждал нас хохочущий во всю глотку, косматый и добродушный, В.К. Кампиони в обстании своры борзых. С ним С.Н. Кампиони, с задором потряхивающей густой шапкой серых волос, Тани, нет, нет, Наташи, Здесь, кстати сказать, в предыдущей главе упустил сообщить, Вслед за нами Наташа уехала с Потсо в Италию. Как и Ася с отказом от брака, после рассказывали, что Москва разделилась во мнениях. Одни утверждали, Декаденты бежали, Похитив двух девочек, Бедные девочки, Другие ж твердили, Длинные девчонки, Де загубили нам жизни. За утренним кофе мы это выслушивали И узнали, У Наташи будет ребенок. Первое впечатление от Боголюб — Растворение в природе. Все вокруг расцветало с огромной пышностью, Мне рощи казались счащими, Шум мощных куб Явно слышался вздохами моря. Вставали картины только что пережитого, И вспоминались слова старика капитана С Академии. Когда он со мной похаживал около борта, Когда порывы ветров рвали ему бороду, А он, бросивши руку за борт, Восклицал, Здесь, под нами, в большой глубине, Живут змей и гиганты. Представьте же, вдруг получилась открытка. На ней же был штемпель — Гонконг. Мы забыли, что добрый старик В благодарность за полученный от Аси портрет Его нам обещался прислать привет из Китая, И вот он пришел. Мы припомнили, как офицеры готовились к тропикам, Чистили белые кители, Которые они должны были скоро надеть. Вот как в Красное море войдем, Замелькают летучие рыбы, Но зачем вам Египет? Плывите-ка с нами в Цейлон. И так живо пережилась мне Академия Сызнова Через четыре месяца после того, Как мы покинули ее борт. Академия — образ безбытицы, Образ плавучего, ставшего домом мне места. Сегодня здесь, завтра там. Я уж был безбытен, Не подозревая всей степени реальности Этой безбытицы. И не случайно, что тут же нас перевели В отдельный, так что отстроенный домик, Где я почувствовал, Что нам с Асей прочного убежища уже нет. Порывы ветра неспроста напомнили мне Налеты валов, перескакивавших через борт И рассыпавшихся сапфирно-лабрадорумами, Брызгами. Светлые, легкие лазури, Они черны, без дна. Там мировые бури, Там жизни тишина, Она, как ночь, темна. Приводится с неточностями Стихотворение «Лазури» Танка, июнь 1916 года Из книги «Белого звезда» В большом доме нам не было места, Как нигде его не было. Наш домик стоял на проезжей дороге. Мы ютились в двух комнатках, И совершенно одни, С четырех сторон поля. Скирды отделяли от белого дома, Прижатого к роще. Мы украсили комнаты, Привезенные из Африки пестротой, И многими шкурами вепри, И диких козлов. Тут стояли кальянные приборы, Курильница. Я строчил путевые заметки, Стараясь не помышлять о поездке в Москву, Где меня уже ждали. Я вернулся перерожденным. Пережитый в Сицилии Тунисе Легло основанием чтение По истории африканских культур. Краевические интересы Вполне заменили мне интерес к философии. Падала потребность в Москве, Где предстояли сплошные конфликты. Седые маститы стекриво Смотрели на мой отъезд с Асей. Попав в Боголюба, Не слишком-то я торопился отсюда. Здесь стою перед трудной проблемой Отметить мое вперение Васю, Которую, так сказать, вижу по-новому. С этого момента пристальное изучение Ее длилось шесть слишком лет. Я сперва переоценил значение ее для меня, Потом несправедливо я возводил на нее обвинение, Явление ее на моем горизонте Казалось мне долгое время бессмысленным. Пристально взгляните-ка на обойные пятна. Вы откроете в них ряд отчетливых образов, И кудрявая девочка, и кошка, И большолобое существо, Занятое мозговыми играми, В которых рассудочность чередуется Со всякую невнятницей. Пятно от усилий его разглядеть Разрастается перед вами. Все в нем проблема, От разрешения, которое меняется личной жизни, И так было с Аси. Поездка вдоль Африки была надумана, Не вытекала она из того, Что питали мы дружбу друг к другу, Ощущения, которые связали в поездке нас, Казались ни с чем не сравнимыми, Но это была лишь патетика, Ни с чем не сравнимой дружбы, И не было между нами, Ее мы выдумали себе нагло. Если бросить взгляд на часть, Описанной мной и моей жизни, Особенно на события, Данные в первой части третьего тома воспоминаний, То читатель увидит, Что до встречи с Аси Еще в наших жизнях Сплошное разочарование в идеях и людях. Разочарование нас спаяло. На нет мы сошлись, И из нет не рождается жизнь. Наша жизнь зачиналась в рефлексиях, И встречу оформили мы не началом пути, А печальным концом двух разбившихся жизней. Во время странствия проблема изучения стран Нас спаяла, Но это как бы, Едва странствие кончилось, Как погас смысл дальнейшего пребывания вместе, И мы остались друг к другу, Данными для вечного созерцания, И тут рождалась фикция роковой прикованности Нас друг к другу. Так бы я, Акарактеризовал лейтмотив, Вставшими шнами с первых же дней Боголюбской жизни, Когда мы, проводя целые дни вдвоем, Сидели в пестрых комнатках Среди предметов воспоминаний О недавнем пути И не знали, что делать друг с другом. В эти дни Ася мне виделась уже не такой, Какой предстала два года назад, Не розовой девочкой, А усталой, состарившейся. Я же себя утешал приблизительно так, Лучшее, что возможно мне сделать, Это быть ей опорою. Да, невесело нам было вместе, Но оба мы побоялись Это друг другу сказать, И начиналась фальшь, Позднее окончившаяся трагедия. Еще особенность этого времени В Асе впервые я стал наблюдать Стремление выращивать Утонченную фантастику Из каждого ощущения бытия, Окружая себя, как бы клубами Фантазийного дыма, Мы вдруг страшно устали От взаимного одуманивания. Тут же доктор нашел у Аси Нервное истощение, Вернее, самое истощение, Источник, который был для него непонятен, Все то волновало меня. А надвигались задачи, Которые предстояло с трудом Разрешить мне в Москве, Куда вызывали меня и мать, И издательство «Мусагет», Куда нехотя я и поехал. Московский Египет Мои предчувствия оправдались. Москва встретила Жабьи и гримасы, Начать хотя бы с внешнего, Жар, пыль, Раскатистый грохот пролеток, И тут же знакомый мной Где-то уж узнанный звук, Угрожающий с металлическим Тяготящим оттенком. И как, как, Каир? Что Каир? Но вопрос повисал безответно, И только рыдала душа, Так впервые она зарыдала В Каире, А теперь зарыдала она В доме матери, Ставшем мне домом пыток. Появление в Мусагетти Мне показало и он Место рабства, Кто продал в неволю меня, Предстоял мне исход из Египта. Здесь должен я вскрыть Отношение к матери, Страдавшей расстройством Чувствительных нервов. Объектом фантазии Стал ей Ася, Превращенная в интриганку, Втершуюся между сыном и матерью. При подобной Химере Отрезывалась возможность Нам вместе жить, А мать того требовала. Мое свидание с ней Отразилось лишь шпильками По адресу Аси. Я пробовал описать Свои впечатления от Африки, Но с дико блуждающим взглядом Она не желала выслушивать. Глаза становились пустыми, А рот был поджатый. Поездка де? Это стремление интриганки Отбить сына у матери? Это стало ясно, Жить вместе нельзя. И новые трудности. Где достать денег, Чтобы жить независимо? Я рассчитывал, Мусагет напечатает Разошедшие с моей сочинения, Но Метнер, Раздув с раздражением Ноздри, Отрезал мне, Следует зарабатывать Новыми книгами. И так крикливо, Так рабовладельческие, Что никаких разговоров По существу не могло быть, Стоило посмотреть На его налитые кровью глаза, На набухшие черепные жилы, Чтобы это понять. Когда же пытался я Заговорить с другими Членами редакции на эту тему, То, едва отрываясь от шахмат, Они небрежно выслушивали И возвращали к вопросам, Уже дебатированным Полгода назад. Они не сдинулись с места, И, характерно, Кресло редакторского Зеленого кабинетика Съел и моль. В Мусагете денег Нельзя было достать, А мать отказала в своих, Вернее, что в моих, Юридически она имела право Лишь на одну седьмую День, которыми пользовалась. Я же просил Взаимобразно лишь тысячу рублей, Но меня обвинили В захватнических тенденциях, И я ходил, как ободранный, Слоняясь из квартиры в квартиру, Без всякого прока. И тут внимание мое Останавливалось на как будто бы Где-то уже пережитых объектах, Я подолгу замирал Между двух подъездных дверей Хиль на площадках лестниц, Вперяясь с четвертого этажа В межперильный провал, Откуда сурчанием Снизу вверх пробегал лифт, Мчас точно внеизмеримости. Я бесцельно рассматривал Глинцевитые кафели стен, Сили что-то припомнить, И мне представлялись Глинцевитые кафели Египетских облицовок, Проходящие по лестнице Неизвестные люди Представлялись фигурками Птицеголовых Или крокодилоголовых людей, Подобными египетскому Человечку с жезлом, Выступавшему на полубрельефах Могил, Мне вытарчивавших Из песку В час полудня Египет, Житой в Африке, Растегал на Арбате В полуденный час. Но совсем изумило меня То, что повеяло От состоявшегося По настоянию мамы Свидания с ее повеянным Кистяковским. От имени мамы Он сужал Ки меня Тысячу рублей Для устройства Нашего хозяйства. Помню, Как я осиливал Лестницу, Выложенную Блестящими кафелями. Помню, Как сидел Перед одутловатым Бледным лицом С совершенно пустыми глазами, Поднимавшимися Из кресел Навстречу. Лицо было Подобно Лису Резной Египетской Куклы, Мною Виданной В Булакском Музее, Вроде Известной Фигуры Шейха Жезлом В руке. Я вздрогнул Невольно, И в уме Пронеслось Опять Египет, И встала Картина Пустых Пустынь. Этот Мертвенный, Белосерый, Грифельный Колорит Песков С кружащими Над ними Прямокрылыми Коршунами Так четко Переложился В массивном Кресле Из носорожьей Кожи. Да, В Москве Повторялся Египет Десятикратно, Но в этих Повторах Будто Мне Переродилась Москва. В ней Проявилась Вероятно Давно Проступавшая, Но мной Неувиденная, Незнакомая Пока Начало. Я позднее Осознал, Чем Меня Удивила Москва. Удивила Впервые В ней Наметившимся Кубизмом. И только Потом встали Бетонные Издания С упрощенными Контурами. Уж В Италии Поднял Шум Маринетти, А в Москве Выходила Первая Книжка, Принадлежавшая Творчеству Футуристов Садок Судей, В которой Встретились Братья Бурлюки С молодым Маяковским. Футуристическая Москва Кубистическими Разворотами Новых Фантазий Слагала Эпоху, Которая Слышалась Так, Как порой Слышится Дождь Из-под Намегающего Облака. Это Новая Москва, Предвоенная, Москва Первых Годов Революции, Москва Будущих Броневиков, Разбитых Пагаузов И так Далее Связалась Мне с Ток, Что Потрясшими Меня Переживаниями Египта, Которые Я никак Не мог Оформить Еще, Но которые Всюду Сопровождали Меня. Вообще Я ощущал Напор Новых Восприятий, Не вмещавшихся В слово Отсюда Косноязычие. Немота И чувство Почти стыда И преступности От того, Что я Вынужден Был Утаивать В себе Новое Точно Я В Африке Заразил С какой-то Болезнью И вынужден Ее Молча Нести В себе. В начале Меня Удививших Сюрпризов Я должен Отметить Мне Свежее Дышало Среди Деятелей Пути, Чем Средь Соратников По оружию Мусагетцев. Который Задирижировал Меттнер Требуя От нас Статей В его Духе Мне Опостылило Именно Потому Что Проблема Эта Конкретно Заговорила Мне На материале Моих Африканских Раздумий Я Опирался На живой Опыт В Мусагете Мне Предлагалась Абстракция И я Естественно Льнул Живым Людям Не предвзято Ко мне Подходившим Путь Московское Издательство Религиозно Философской Направленности Основанная В 1910 Году Морозовой И ориентировавшейся На традиции Русской Философской Мысли Сотрудниками Пути Были Трубецкой Булгаков Бердяев Эрн Гершинзон Рачинский Вокруг Пути Сгруппировались Несколько Человек С которыми Связывало Меня Прошлое Я был Тесно Связан С Рачинским Нас Соединяла Память О покойной Чете Соловьевых В те годы Я дружил С Морозовой И с близким Ей Трубецким Не говоря уже О Гершинзоне Коренном Путейце Этот Стал Мне Советчиком Другом Сердеечно Вникающим Во все Мои Жизненные Дела Идеология Пути В целом Была мне Столь же Чужда Как и Идеология Мусагета Но Ничто Не Преневоливало Меня Действовать С Путейцами В плане Культуры Я С ними Встречался В час Отдыха Попросту Это Способствовало Моему Сближению И с ними Теперь Когда я Наткнулся На Мусагет Наконец Два Основных Путейца Бердяев И Булгаков Ставшие Ценителем Моего Искусства Выказывали В те дни Знаки Особого Внимания Ко мне Бердяев Булгаков Николай Бердяев Переселившийся Вместе С Булгаковым Уже Два года Тому Назад В Москву Особенно Приближается Ко мне Передо Мною Встает Его Личность В стремлении Быть Многогранным И в стремлении Монополизировать Так сказать Все вопросы О кризисах Жизни Культуры Сознания Веры Он Точно Расклеивал Среди Нас С аподектическим Фанатизмом Свои Ордонансы Напоминавшие Энциклики Папы Аподектический Несомненный Исключающий Возможность Противного Ордонанс Распоряжение Верховной Власти Указ Закон В этом Ислителе Увлекавшимся Раньше Марксизмом Потом Кантианством Штудировавшим Алоэс Ириля Когена Иноторпа Поражали Ярко Художественные Устремления Клавиатура Клавиатура Его Интересов Простерлась От Маркса И Штирнера До Анни Безант Еще В Вологде Куда он был Сослом В начале Века Одновременно С Ремезовым И Каляевым Он увлекался Миттерлинком Гюисмансом Но все Вопросы Им Подымаемые Имели Публицистическое Оформление При все-таки Несноснейшем Догматизме Он казался Не столько Творцом Сколько Лишь Регулятором Гамма Мировоззрений Мировоззрение Бердяева Мне видела Станции Через которую Лупят Весь день Поезда Подъезжающие С различных Путей Собственно Идеи Бердяева Среди Идеи Бердяева Бывало Нигде Не отыщешь Это вот Ницше Это вот Шеллинг То В.С. Соловьев То Штейнер Которого Он всего Навсего Перелистал Мировоззрение Центральные Станции А Бердяев Внеисполняющий Движением Скорее всего Чиновник И менее всего Творец Акцент Его мысли Слепой Волевой Беспощадно Насилующий Догматизм В отборе Мысли Ряда Философов Он как бы Ордонировал А подать Суда Соловьева А подать Суда Ницше Порядок Пропуска Поездов Исполнялся Жандармами От якобы Интуитивного Ведения Вернее Собственного Произвола Вне которого И нет Центральной Станции В книгах В лекциях В фильетонах Казался всегда Фанатичным В личном Общении Бывал мягок Терпим Государственный Пост Его философии Вынуждал Не иметь Своей базы Он заведовал Лишь чужими Базами Его догмат Был временной Тактикой Быть посему До отмены Сего Его ближайшим Приказом Приказами Девятисотых Годов Отменялись Марксизм Контианство Приказами Девятьсотдесятых Годов Отменялся Булгаков Склонившийся К православию Отменялся Православие Царизм Кадетской Программы Пропускались Элементы Культуры Уже Обреченные На гибель Сквозь Линию Рельс Начинавшихся От Я Бердяева И продолжавшихся Голосу Божьему Бердяеву Зазвучавшему До Бердяева Было И в Новом Завете Лишь Ветхи А с появления Бердяева Божий Глаз Стал устами Бердяева Нарекать Новые Предметом И Николай Александрович Разбухая Приобретал Печать Адама Кадмона Не отличавшегося От Николая Александровича Шествующего По Арбату В своем Обычном Сером Пальто В мягкой Шляпе Кофейного Цвета И в Перчатках Того же Цвета Так что Делалось Ясно В миг Когда Николай Александрович Запроповедует О власти Над миром Святейшего Папы Это будет Лишь Значит Что Николай Александрович Есть этот Папа Собирающий У себя На дому Не философские Вечеринки Освящения Епископов Корсавина Франка Лосского Ильина Вышеславцева Адам Кадмон Единый Сын Божественного Отца Имя Упоминаемое В книге Зохар Одном Из памятников Каббалистической Литературы Интерпретируемое Еленой Блаватской В тайной Доктрине В мистической Традиции Иудаизма Абсолютное Довременное Явление Человеческой Сущности Высокие Высоколобые Примоносые С чернявой Бородкой С иконописно Раскиданными Кудрями Почти до плечей С видом Гордого Ассаргадона Или князя Черниговского Готового Сразиться С татарами Он мог бы Претендовать На колесницу Люлаты Если б не шла К нему Темно-синяя пара С малым Пестрым Платочком Торчащим В кармане И если б не Белый жилет К нему Тоже шедший Он Уютнейше Мне улыбался Что-то было От пестрой богемы Во всей его стати Когда Предо мной Возникал Нарбатион В светло-сером Пальто В шляпе Светло-кофейного Цвета С полями В таких же Перчатках И с палкой Любил Очень псов И боялся Крича по ночам Начитавших Романов Гвисманца У себя На дому Он всегда Отступал Перед собранием Возбужденных И экстатических Дам Предводительствуемых Двумя особыми Совершенно Несносными Супруга Лидия Едифовна Черная Востроносая С бестактным Нахрапом Кричавшая И ваш вопрос Обращенный К Бердяеву Перехватывавшая Лидия Бердяеву Называемой В просторечии Ини С грустной Улыбкой Томно Отмахивался Подергивая Головою И пальцами Пытаясь Что-то Противпоставить Своё Ну Это вы Слишком В сущности Это совсем И не так И беспомощно Он помахивал Лишь рукой Касаясь Предметов Познания Близких Ему Начинал Неестественно Волноваться И перекладывает Ногу На ногу Схватываясь Быстро За стол И отбарабанивая Задрожавшими Пальцами И вдруг Хватался За ручку Под ним Заскрепевшего Кресла Не удержавшись С головой Убросался Он В разговорные Пропасти Разрывался Тогда Его красный Рот Он страдал Нервным Тиком Блистали В отверстие Рта На мгновение Ставшего пастью Кусаясь Зубы Его Головаш Начинал Описать Запятые И Наконец Оторвавшись Руками От кресла Сжимал Истерические Пальцы Под разорвавшимся Ртом Чтобы спрятать Язык Преподал Всей кудлатую Головою Горошиком Задрожавшим Пальцами И потом Точно Моль Начинал Ловить У себя Под ртом И уже После этого Нервного Действия Вылетал В водопад Очень быстрых Коротких Отточенных Фраз Беспредаточных Предложений Левой Рукой Продолжая Ловить Свои Моли Из воздуха Правый В которой Оказывался Непредвиденный Карандаш И как он Тыкал Перед собой Карандаш Нам Отточенным Лезвием Ставил Точки Воззрения В воздухе Как мечом Протыкая Бежалостно Мнение С которым Боролся Своё Убеждение Высказывал Он с таким Видом Как будто бы Всё Что не есть В этом мире Несло И получал Исправление От второй Ипостаси Обредший Язык Лишь В лице Николая Александровича Высказавшись Становился Опять он Тихим Грустным Задумчивым В эти годы Меня приобщил Он к скрещению Путей Именуем Новые Прогнозы Искусства Оказывалось Что я ему Нужен Для доказательства Того Что искусство Уже В распыляемом Вихре Он Так сказать Выходил Мне Навстречу С добро Пожаловать И принимал Творческий Опыт Мой Совершенно Другой Род Отношений Устанавливался Между мной И Сергеем Николаевичем Булгаковым Несмотря На всю Разность Наших Позиций С.Н. Ласково Так сказать Меня Обволакивал Слушиваясь В каждое Мною Произносимое Слово Которое Переводилось Тотче На собственную Позицию Понимаете Понимаете Обфырки Глаза Бегают Вдруг Сделают Стойку Над чем-то Невидимым Разглядит И уж После Твердо Отрезвою Рукою По воздуху Начинает С волнением Сдержанным Реагировать Голосом Деловит Испешно Он По типу Мне Представлял Сорловцем Приглядываясь К жизни Религиозно-философского Общества Понял я Что Общество Это И есть Булгаков Руководящий Фразерством Рачинского Что Он Нарубит Рукою В воздухе Г.А. Рачинскому То Тот И выплешет На заседании Идеологически Булгаков Мне был Далек И враждебен Но Стать Его Мне Импонировало Была Пленительная Его Улыбка Его Внимательность К моим Словам О Поэзии Упорное Желание Понять В Блоке О Котором Он Много Со мной Говорил Его Поэтический Опыт Отношение Бердяева К Поэзии Было Светским Бердяев Гутировал Новые Стихи И Чем Более Они Эпатировали Тем Более Они Ему Нравились Для Булгакова Понять Опыт Стихов Было Делом Серьезным Я Потому Касаюсь Этих Выросших Тогда Передо Мною Религиозных Философов Что Во Время Моего Пребывания В Москве Их Ко Мне Парадоксально Подтаскивала Ситуация Интересов Пути С деятелями Которого Стал Я Водиться Мусагетцев Же Стал Избегать Ощущение Себя В Москве Было Чувством Безбытности Бродов Отсутствие Крова Помнится Часто Я Заночевывал В Мусагете В зеленом И изъеденном Молью Пустующем Кабинетике Где останавливались Вячеслав Иванов Проездом В Москве И Гессен Периодически Наезжавший Для составления Номеров Логоса Дмитрий Служитель Для этих Ночевого Камелы Белье Приносимое Мне Неприятности С матерью Часто Меня Выгоняли Из дома Когда Исчезали Сотрудники И оставались И секретарь Кожебаткин И В.Ф. Ахрамович То в Мусагете Шла своя жизнь Появлялись Вечерние гости Б.А. Садовский Ильшпет Уволакивавший Всех с собой В ресторан Прагу Шпет С логосовцами Не дружил В пику Им заводил Сепаратные отношения С коньячной Фракцией Он Мусагета Которую Возглавлял Кожебаткин Беспроко Стучали Мне в уши События Мусагетского Бытика Не имевшего Никакого касания До идей Мусагета Так мне Запомнилось В это время Участие Тех персоналов Похищения Невесты Одного Отчаянного Чудака Выведенного В серебряном Голубе Под именем Чухолки В фамилии Этого персонажа Содержится намек На Григория Чулкова Студент Чухолка Мнит себя Мистическим Анархистом Однако К описываемой Истории Он никакого Отношения Не мог иметь Невеста Была Купеческой Дочерью Жившую Под Москвой Средство На похищение Дал Кожебаткин Похитителем Был киноактер Гарри Демонстрировавший На фильмах Своё свержение С Дорогомиловского Моста Он В тёмную ночь Подъехал На тройке К дому Невесты Которая Должна была К нему Выбежать Но Вместо Нё Появились Рослые Молодцы И Гарри Пустил Тройку Вскач От них Улепётывая За ним Помчались Но он Повернулся Навёл Револьвер На погоню Тем самым Остановивший Её Такими Забавами Развлекался Тайно Отметанно Наш Секретарь Кожебаткин И шпет Бывал В курсе Подобных Забав Скоро Помню себя Ночующему Сизова Который Предупреждал Против Чухолки Будь Поосторожнее С ним Этого Чудака Не поймёшь Не то Шутит Не то серьёзнечит Пока Ты был За границей Он говорил Про тебя Белый Изобразил Меня Чухолкой Вот Я за это Привью Ему Бациллу Холеры Занимался Жон В эмбриологическом Институте В те дни Кто его знает Боря Он полусумасшедший Какой-то Иногда Засиживался Я У Кожебаткина Насильственным Приобщаемых Коньячку На который Как мухи Слетались Молодые Художники Кожебаткин Подпаивал Их Он выпрашивал У них Этюдики А когда Художники Приобретали Известность Этюдики Продавались Кожебаткиным За крупную Сумму Становясь Доходной Статьёй Кожебаткин Был Очень Гораст Эксплуатировать Каково Ж было Мне тут Приконьячивать Выпив Лишнюю Рюмочку Сколько Раз Я Высказывал Кожебаткину Сетов Ненаметно Что Потом Стыдиться Такой Откровенности И Вспоминать Стихотворение Боротынского Как мы Бежим Отставшего По стылам Лица Конфидента Видимо Речь идет О следующих Строках Из Элегии Нет Не бывает Тому Что Было Прежде 1821 Год Евгения Боротынского Я Обременюсь С нескромным Их Участием И С каждым Днём Я Верой К ним Бедней Что В пустоте Несвязанных Их Речей В этих Посидах Я Предавался Отсутствуя Странным Фантазиям Я Припоминал Чем Специфически Мне Отразились Ощущения Египта Не Смейтесь Мне Вспоминались Кофейные Зерна Когда Жарит Их Распространяется Своеобразнейший Запах Я Мысленно Раздроблял Мерзубов Кофейные Зерна Я Вникал В запах их И особенно В жареный Вкус их Во рту Переживая Жару Духоту Напек Солнце Мне Чудилось Что-то Синее Подобно Синей Одежде Филашки Коричневой Что-то Вставало Мне От мулаток В тяжелых Запястьях И Да Простят Мне Аналогию Ощущения Я Вспоминал Цвет Египта И запах Египта Пребывание В Москве Оставило Во мне Неприятнейшее Впечатление Мною Нескоро Осознавшееся В те времена И доходившее Порой до вспышек Таимого Бешенства От восприятия Так что Близких Людей Просто Рожами Такую Если хотите Рожу И стал Мэттнер Недавно Еще Близкий Друг Перерождение Наших Внутренних Отношений Вполне Соответствует И изменение Для меня Его Внешнего Облика Помню Прекрасно Весной 1909 Года Простился Я С любящим Верящим Мне Тонко Отзывчивым Другом Летом Стрясся Над Элисом Музейский Инцидент Так Разбивший Меня Тотчий же вслед За ним Последовала Телеграмма От Мэттнера Есть Возможность Начать Своё Дело Я был Хотел Отказаться Но Петровский Подбил Меня К организации Мусагета Осенью Мэттнер Редактор Явился В Москву Но я Так и Ахнул Явился Он Брит Надменное Вспыхивающее Беспричинную Злостью Лицо Его Как Разрывалось Но Маска Спокойствия Стягивала В гримасу Его Оно Вытвердилось Нездорово Сузились Потускнели Недавно Живые Глаза Производившие Впечатления Голубых Они Стали Маленькими И налитыми Кровью Не знаю С чего Вдруг Надулися Ноздри А губы Решительно Стиснулись Лоб С налитыми Височными Жилами Стал точно Бычий И подчеркнулись Напруженные Черепные Шишки Не Милий Карлович Мэтнер А Минотавр Не Человек А Животное Бешеное В человеческом Образе На тебя Дико Выскочит Когда Забежишь К нему В логово И Непонятно Забесится Внутренней Злостью Увидев Его Понял Что Что-то Погибло Меж Нами В минуту Когда Осуществила Заветная Мысль И Моя И Его Об Издательстве Но Долго Не Понимал Я Причин Исказивших Десятилетнюю Дружбу И Подумал Что Оскорбил Его Своим Правдивым Письмом Ему Писанным Из Родесса Теперь Продумывая В который Раз Пережитое В то Время Мне Все Стало Ясно Было Много Причин Подававших Поводы К ссоре Так Пребывание В мае 1911 Года В Москве Есть уже состоявшийся разрыв с Мусагетом Но Сознание Этого Было Столь Тяжко Что Я Стиснувший Зубы Не До Объяснившись Все Бросив В Москве Бежал В Боголюбы Счастью В те Дни Не Осознавал Я Десятой Доли Того Что Происходило Со Мною Если Б Осознал Вряд Ли Нашел Бо В себе Мужество Продолжать Жить Так Как Я Жил Понял Бо Я Что Меня Разбивает Тяжесть Моей Трезвости И Свершенной Конкретности Меня Давил Быт Впервые Увиденный Во всех Мелочах До Сей Поры Я Над Ужасом Быта Скользил Материальная Стиснутость Зависимость От Каких-нибудь Нескольких Сотин Рублей Теперь Впервые Раскрыла Мне Безвыходность Моего Положения Не Иметь Возможности Обеспечить Асю Элементарными Жизненными Удобствами И Видеть Всю Ее Беспомощность В тех Условиях Которые Мог Я Ей Предоставить Будь У Нее Пламенная Любовь Ко Мне И Решимость Бороться За нашу Жизнь Все Это Пережилось Бы Иначе Но Теперь Вижу Я Что У Нее Не Было Никаких Стимулов Отстаивать Нашу Жизнь Она Пассивно Как Бо Ждала Что Все Сложится Само Собой Менее Всего Сознавала Она Что Для Этого Нужен И С Ее С С С С С Творческий Импульс Я Со Всей Трезвостью Видел Ее Несознательность В этом Смысле Эта Трезвость Была Для Меня Раздавливающим Меня Молотом Я Видел То Что Готовится Нам В Ближайшие Месяцы А От Себя Потому Что Ни С Кем Не Мог Поделиться Сущностью Моих Страхов И Невольно Бездомно Шатаясь По Москве Переживал Субъективнейше Все К чему Прикасался Переплавлялось Как бы Самое Существо Моих Восприятий Пустяшнейшие Впечатления Отлагалось Вовсе Новое Качество Все Мелочи Стали Выглядеть Страшным Оскалом Отовсюду Вытягивались Вместо Знакомых От которых Я вынужден Был защищаться И о которых Не мог Никому Ничего И поведать Мое Сознание Уподоблялось Прижизненно Умершему Сошедшему В царство Теней И утратившему Самую Способность Объясняться С зловещими Его Обступившими Ликами И Жил Я В обстании Чудовищных Образов Люто Вгрызавшихся В меня В тех Мучениях Которым Не было Имени Переплавлялась Самая Субстанция Переживаний Моих Но Глядя Из будущего Я Мог Бы В те Дни Впервые Сказать Себе Что Самопознание Точно Раскаленными Щипцами Изрывало Мое Существо До Того Рокового Лета Жил Был Мыслил Некто Которого Называли Борис Николаевич Бугаев Одевшийся В некий Призрачный Кокон Называемый Андреем Белым Но Вдруг Этот Белый Вспыхнул В процессе Самовозгорания Суть Которого Была Непонятна Ему От Белого Ничего Не Осталось Борис Жебугаев Оказался Погруженным В каталепсию Подобную Смерть Он Умер И Ел И Спал И Двигался Наподобие Мумии В себе Самом Слышал Он Отдаленные Отзвуки Некой Жизни В которой Возможен Пробуд Но Как Пробудиться Во Всяком Случа Не Ася Пробуживала Она Сама Была Как Во Сне Жила Мумии Таково Приблизительно Было Мое Состояние Сознания Когда Я Тронулся Из Москвы К ней Пустынный Шар В пустой Пустыне Как Дьявол Раздумие Висел Всегда Висит Поныне Безумие Безумие Нет Нет Стояние На Пирамиде Вперение В пески Пустынь Продолжалось Еще И Никакие Казалось Силы Не могли Развеять Это Оцепенение В Боголюбах Ждало Меня Письмо Блока С которым Я деятельно Переписывался Из Африки Как О том Упоминает Тетка Блока Бикетова Североафриканского Побережья Куда уехал Борис Николаевич Александр Александрович Стал получать Частые И длинные Письма Первую Неделю Я только Радовался Своему возвращению На лоно Природы Мотыльковые Цветики Пестрили Мне Дни Желторой Курослепов Уже Откачался На мае Заизумрудил Ночами В днях Серый Мизерный Иванов Ручок Многодревые Чащи Качались Тянулись К востоку Закатные Проясни Не угасая Переходя Лучезарное Утро Тихоглавые Липы Сквозили Жарящую Синюю Домика Мы шутливо Дружили С К Русь Екатные Подразнивал Нас У-у-у-у Декадент И паршивый Будто Обругивал А Выходило Принежно Иль С крыльца Приложив Руку К рту Зычным Басом Кидался В пространство Стараясь Казаться Свирепым Но Прислушивался К тому Чем Мы Жили Шутливый Смешок Соединялся В нем С искренним Уважением К нам Под грубостью прятал тончайшую душу и никому не мешал. Во мне вызывал алогичный он образ седого и добродушного старика капитана с академии, руку бросавшего с борта в просторы ветров, и просторы Волынской губернии, ветром хлиставшие в нас, напоминали простор. Мне море, безбытицу нас уносившую некогда от всего нам известного. Также дружил я с С.Н. Кампионе, и были мне близки неустрашавшие веселые порывы ее. Боголюбское общество Кампионе, его помощник, похоже, на Болтрушайтиса, сестры Аси, Наташа и Таня, Наташин муж Потцо, скоро присоединившийся к нам из Москвы, брат-сестер Миша, а Ришенька-няня, да наезжающие из волости гости, соединявшие с уютными вечерами в том домике, куда сходились обедать и ужинать. Возвращавшийся к вечеру после объезда лесов и лесохоты В.К., опершись локтями на стол, присаживался за шахматы к Аси, разглаживая кудрявую бороду. Лето это казалось значительным нам. Мы вынашивали возможности снова бежать за границу, чтобы мне писать новый роман, чтобы Асе кончать курс гравюры в Брюсселе у старика Данса. Я уже застрачивал путевые заметки. Жили мы ожиданием чего-то большого, придвинутого вплотную. А позднее Швейцария вспоминал это время в написанном фильетоне «Гремящая тишина». Боголюбы, Луцк. Ведь попали в громовую полосу русско-австрийского фронта. Летом 1911 года на окраине города расквартировали гусар, звенящих саблями, шпорами и кричащих кровавого цвета рейтузами. С появлением их потянулись военные слухи, и какое-то беспокойство охватывало на прогулках в полях. Я, Наташа и Ася прислушивались к дальним рокотам, напоминающим гром или гременье телеги по выбитой пылявой дороге. Ты слышишь? Ты слышишь? Да, гремит. Гром. Безоблачно небо. Орудие? Но откуда? Телега поехала по дороге. Дорога пустая, протянута вдаль. Нет источника грохота, а погромыхивает. Слышу я. Слышит Ася. Наташа вслушивается средь порхающих васильков созревавшей пшеницы. Вот грохнуло. Обрывается наш разговор. Мы молчим. Ру-ру-ру. Слышишь? Да-да, погромыхивает. Что это было? От этих вот рощ листоплясом подымется ветер. И яснорогий закат объясняет пространство под облаком. Он разгасится венцами перстов, и начинаются замерки. Возвращались с поля, прислушиваясь к полету времен. Фыркают лошади. И мчится в ночное мальчишко верхом, растопырившись пятками, и бросаясь локтями. Гоп-гоп! Мимо нас. И вновь грохнуло. Раз уже в сумерках шли мы домой. Сине-серая дымка июльского вечера стлалась. Вот на приступочке белого домика видим сидит загорелый, кудластый лесничий, сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас. Вот ведь черт! Подъезжает телега. Гремит колесом. Выйду я. Жду-пожду. Никого. А гремит. Что за черт? Мы давно это слышим. Вы слышите? Что там? Гремит. И вы, как кампиони, полусконфуженные и рассерженные, только разводят руками, и, плюнув, уходят с крыльца. Я описываю восприятие, эти нас волновавшие в мирных волынских полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться. Ведь домик лесничьего и большой, через год лишь отстроенный дом, все разрушено было австрийскими пушками. Погибли книги мои, и коллекция африканских безделиц здесь длились бои. И общее впечатление этого лета — гремящая тишина. Тишина зрела громами, упадающей эры гремела не здесь, а над миром. Грохот слышали? Вот стихотворение, написанное мной в эти дни. И опять, и опять, и опять пламенеи гудят небеса, и опять, и опять, и опять мечи носов седых голоса. Первые строки стихотворения Белого, написанного в Боголюбах в 1911 году. Грохотала бедами атмосфера России. К августу я вплотную вошел в путевые заметки. Утра, вечера я сагбенно сидел над столом, обалдевший, не выходя на прогулки, и имея объектом все ту же оцепеневшую ась, улежавшую передо мной на диване и покрывавшую себя клубом дыма. И как бывает, когда в думах, забывшись, вперяешься в то же стенное пятно, изучая его машинально, выступают в нем образы, ассоциируемые с работой. И так образ Аси передо мной разрастался, примышляясь невольно к работе. Мы встретились в годы, когда моя жизнь не оказалась разбитой. Я думал о смерти. И вот, глядя на Асю, подумалось, «Лучшее, что могу, — это блюсти ее жизнь, служить ей поддержкой». И дружба росла от того, что Ася могла на меня опираться. Отсюда и бегство с ней я утешался иллюзией, и в умении стать ей опорой. Я обретал смысл всей жизни. Он рос до ощущения почти роковой пригвожденности, и приходилось же чувством рока. Других надежд не было. Я читал ее облик, я несколько лет и различно прочитывал, умоляя и переоценивая. Ненормальна была ее жизнь. Мало что читавшая, даже невежестенной в проблемах культуры. Далекая от всякой общественности, она росла в обстановке развала большого имения и впадения в нищету аристократа-помещика А.Н. Тургенева и ее отца, имевшего родственников от коммергеров до бунтарей. Соедините традиции декабристов с анархизмом Бакунина, мать Аси и дочь одного из братьев Бакунина, муравьевых от левых до вешателя, чернышовых и прочей когда-то знати, и вы получите дикий хаос воззрений деклассированного дворянства. Вот чем надышалась в деревне она. Природная восприимчивость, соединенная с болезненной чуткостью, не могла заменить ей сознание и знаний. Тяжело пережив разрыв матери и отца, она падает Дальгеймом, отказавшей жить с матерью. Отец, соединясь из другой, жизнь кончает вкругу эсеров, сближаясь со стеррористами и умирает за несколько дней до готовившегося его ареста. Аси же, попавшей в дом тетки певицы Олениной Дальгейм, всецело поддается влиянию утонченного стилиста, когда-то бывшего в кружке Маларме П.И. Дальгейма, и механически нашпиговывается всевозможной французской утонченностью от символистов до мистиков. Она умеет естественно играться и дымить папироской, очаровать, но улыбаясь и отпускать то мистические, то скептические сентенции из чужого голоса. Читатель, скажите, не правда ли? Грустное зрелище. И зрелище это представляло собой Ася. В ней чувствовалась неизбывная боль из-под ангела подобной улыбки. Недаром мы когда-то ее и сестру ее прозвали ангелятами, но ангелята — показ, а под ними растерянность, горькие слезы и стон. Вот с этим-то растерянным, болезненным и теперь меня пугающим существом я связал свою жизнь в эпоху розоверения в себе. Невеселые перспективы вставали. И здесь — отступление. Я подхожу к той полосе жизни, в которой судьба мне вычерчивает три лица, особенно связанные со мной до 1915 года. Человеческие отношения развертываются различно, в зависимости от того, происходит ли этот разверт в дуэте, в трио, в квартете и так далее. Этим летом я натыкаюсь на трио, от которого завишу впоследствии. Это трио есть А.М. Потсо, Наташа и Ася. Подобно Белому и Аси Тургеневой, Н.А. и А.М. Потсо стали приверженцами антропософии и с 1914 года участвовали в строительстве геттианума, антропософского центра в Дорнахе, Швейцарии. Внешние обстоятельства жизни скоро слагаются так, что мы вчетвером оказываемся за границей, связанные кругом интересов, сначала в Берлине, потом в Швейцарии. Позднее же судьба так убирает от меня этих лиц, что, проявив я усилий с ними встретиться, это было потрезано. Но об этом потом. Итак, надо же, наконец, хоть как-нибудь охарактеризовать это трио. Во-первых, А.М. Потсо. Александр Михайлович Потсо, 1882-1941 годы, муж Натальи Тургеневой, юрист, редактор московского журнала «Северное сияние». Я его знал давно, с 1904 года. Он выскакивал беспрестанно из дымящихся у Строчинского. А вот, паф-паф, А.М. Потсо, или «Такие лица! Светися, светися, как А.М. Потсо». Вопреки этим выкрикам, А.М. Потсо ничего мистического в себя не носил. Это был застенчивый, рассеянный, с утрированно-скорбным или утрированно-романтическим нахмуром, с улыбкой не то несказанного благородства, не то просто искательный студент-юрист, неглупый, культурный, сальных свечей он не ел, но и звезд с небес не хватал. Появившись из Устрочинского в 1904 году, он скоро зажил в доме песни Дальгеймов как свой. Он вообще делся своим в утонченных домах с необыкновенной естественной легкостью. Когда же дом песни стал местом встречи романтику и молодостью разогретых душ, и там в доме песни начались романтические приключения между мною и Асей, и Наташей, и многими молодыми людьми, то А.М. Потсо оказался влюбленным в Наташу. Это кончилось одновременным побегом моим с Асей в Сицилию, его с Наташей в Италию, вот и все, что пока надо. В памяти моей Александр Михайлович Потсо встает, как нечто до сей поры, не нашедшее для меня своего разрешения. Ни цвета, ни вкуса, ни окончательной изваянности нет в его облике. Он мне полная противоположность, например, Элиса. Я Элиса не видел уж двадцать лет, но знаю твердо, кем бы ни сделался Элис. Он переживает максимум определенности. Если он большевик, то левейший, если католик, то проповедующий святой костер. Яркие краски, яркие тона. Потсо нигде ни в чем не может быть ярок, но утонченно тускл. И от того-то из суммы всех моих отношений с Потсо, нежно-интимных, братских, негодующих, кислых и так далее, удержались лишь полутона. Так что основной характеристикой Потсо, каким он остался мне, я принужден считать парадоксальную. У меня нет характеристики Потсо. Два слова теперь о Наташе. Она доминировала в качестве звезды первой величины в созвездии, именуемом Тургеневы. В дальгеймовских кругах о Наташе ходили легенды. Еще до знакомства у меня создалось впечатление, то Наташа, сев на диван, заново переживает проблему Раскольникова, можно ли убить, то Наташа читает святую Терезу, один видел в ней оригинал творений Боттичелли, другой отмечал в ее уме резец Микеланджело. Словом, задолго до встречи о ней наслышанной я побаивался ее. Несколько осился и не разглядывал, теперь же, соединенный с ней и узами родства, и одним кровом, увидел в ней нечто еще неясное для меня, чрезвычайно болезненное. Признаюсь, из глаз я на меня несколько раз блеснул подозрительный и не очень дружелюбный ко мне огонек, заставляющий с ней держать ухо востро. Вот что отложилось в сознании из моих боголюбских тогдашних переживаний, и стало ясно, что трио чреватое, очень трудное для меня, даже Ася. Помимо свойств мной, отмеченных в ней, она поразила меня в это лето ростом в ней медиумических свойств, не в переносном, а в самом буквальном значении слова. Не отрицаю, всякие жесты я был непроизвольно, мил, но с позою будто бы глубины, в которой не было глубины, собственно, с умением меблировать эти позы цитатую или ссылкую на воскомудрые афоризмы, в которых французские символисты и мистики встречались с классиком Ла Фонтен, с такой милой грацией, кокетничала культурными ценностями, что можно было подумать, она знает то, о чем говорит. Она не знала того, о чем говорила. В этом умном позировании не было никакого ума, никакого знания, никакой ответственности. Вот ум доверия, которому взывала она, был тот, что она милая девчонка, и она это знала, и в том ее хитрости. В этой хитрости обнаруживалось в ней то свойство, которое я хочу назвать медиумизмом. В него, так сказать, въедался уже медиумизм подлинный, вплоть до веры в спиритические стуки и прочее. Так, в домике, в котором мы поселились, она будила меня по ночам и заставляла прислушиваться. Она переживала ряд стуков, воспринимаемых ею как спиритические феномены, уверяя меня, что просыпается от этих стуков и видит на черном фоне ночных занавесок фосфорические искорки, что где из печки соседней пустующей комнаты вылезает кто-то, шлепая босыми ногами и чмокая губами. Ну, домовой! А прислуги ей нашептали, что еще когда плотники работали над окончанием домика, то они де убегали отсюда по ночам, так как из древней полишутской могилы кто-то сюда де таскается. И поднимались легенды о вурдалаках, свойственные полесье. Ася непроизвольно вгоняла себя в эти специфические настроения. Она побледнела и отощала к августу, и сидела на своем вечном диване, как загипнотизированная, прислушиваясь глухому миру, поднимавшему в ней свои вои. Каково было мне с ней бороться? Особенно вечерами, когда мы, отсидев за веселым вечерним чаем, шумной компанией поднимались и шли лесом по луне в наш неуютный, мрачный, запертой дом. Я знал, что Васе заговорит сейчас ее болезнь. Мы вступали на крыльцо, зловещий взвизгивал старый ключ, когда я касался замка. Не забуду, как раз я очиркнул спичкой во мраке, и под абажуром раздался хриплый, злой, чисто стариковский, шамкающий взвой, от которого Ася сделала с белей полотна, что и я вздрогнул от неожиданности. Что за черт? Прожужжала огромная муха. От Ася к Наташе, от Наташи к Аришеньке, дальше к прислуге, передавались рассказы. Зашептались о тайне нашего домика. Наташа приходила к нам ночевать, чтобы удостовериться в глотании слюны застенного губошлепа. А мне одна богомольная старушка рекомендовала почитывать в пустой комнате увещание Василия Великого, обращенное к бесам. Вот до чего уходили мы себя с Аси к концу боголюбского лета, говорю мы, ибо каково было мне переживать Асю в себе и не мочь в ней унять стихи ее, другим невидных, при мне же бунтующих, а предстояла длинная, сирая жизнь вдвоем. Не мудрено, что она оказалась исполнена долгими и часто ненужными путаницами и искажениями действительности. Имеется в виду молитва, запретительная святого Василия над страждущими от демонов, входящая в требник. К этой же молитве обращается Дудкин, герой романа «Петербург». Это роковое для меня по последствиям лето скрасилось мне первым сближением с матерью сестер Тургеневых, С.Н. Кампионе. Она выступала передо мной не как теща, а скорее как старшая сестра. С дочерьми она находилась в чисто товарищеских отношениях, мы с нею шутили, что она вот уж не теща. Она вносила в наши планы много веселой чепухи, экстравагантности, способной вот уж не распутать, а скорее окончательно все перепутать. Вообще, старшая пара этого сумбурного гостеприимного дома, почтенный лесничий меньшевик, горлан, собаковод и супруга его, вросла дружно в сознание мое и А.М. Потцо. И мы перед безрадостным отъездом в Москву, с думами о дальнейшем устройстве, не без азарта и вызова, отпраздновали наше вступление в предстоящую жизнь. Нам с Ассией нужно было отыскать себе зимнее помещение под Москвой. Наташе с Потцу предстояло найти квартиру, у Наташи ожидался ребенок в конце октября, обе пары не имели денег, оставалось этот тяжелый период брать на ура. Я ведь не осознавал еще всей степени трагизма своего положения. Когда мы год назад замышляли наше бегство из Москвы, для меня не виделось ясно будущее. Возвращение из-за границы впервые показало действительность. Я ощутил себя проданным в рабство, не какому-то отдельному московскому кружку, а русской буржуазии в ее целом. Но социальная сторона моего томления была мне закрыта, а между тем я должен был бы себя сравнить с Артуром Рембо. Некогда новатором высказанным. Революционером формы, пламенным коммунаром 1971 года, в тот период, когда реставрационные тенденции буржуазии заставили-таки и его от свободнейших утопий перейти к исканию золота. Золото прежде всего, чтобы жить, и вот он уходит на жестокую бесплодную борьбу за золото, которое ищет на Кипре в глубине Абиссинии, за золото, которое он, конечно, находит незадолго до своей смерти. Также судьбы недавно передового русского искусства отныне попадали в лапы крепнущей русской буржуазии. В апреле-майе 1871 года Артур Рембо служил в частях Национальной гвардии Парижской коммуны. В предисловиях книги «Корре. Жизнь и приключения Жана Артура Рембо» стоит Артур Рембо, один из проклятых поэтов, которыми гордится французская поэзия. Но в проклятии, тяготевшем над ним, нет ничего божественного, ничего личного. Это было проклятием времени, в котором он жил. Проклятием нашего времени была испакощенность казавшегося незадолго при тем еще творчески свободным искусством. С 1908-10 года упали иллюзии. Лапа капитализма легла на те сферы, в которых работали мы. Итог впечатлений, привезенный мной за границей, кризис жизни, культуры, сознания буржуазной Европы, которой Россия была неотъемлемой частью, подтверждал мои домыслы, обостряя мне зрение невероятным. Естественно, что, вернувшись с путешествия, я не узнал той России, из которой я выехал. Не узнал, потому что до путешествия я Россию не видел такой, она уже стала такой. Этот привкус мне открывшегося теперь впервые я пережил, как нечто глубоко враждебное мне. Отныне я обречен был встречать не близких знакомых, Морозову, Метнера, князя Трубецкого и так далее, а социальных врагов, поработителей моей свободы. Так оно и было. Процесс социального осознания длился до революции, во время, и после нее он был источником моего скоро начавшего с разрыва со всем прежним кругом. Особенно трудно было мне спускаться в мою преисподнюю в силу того, что я не сознавал еще, что не какой-нибудь тот или другой кружок или салон мне враждебен, а все, все эти салоны и тонны части моей тюрьмы. Это скоро сказалось, когда в поисках тысячи рублей я должен был проделывать невероятные усилия, а почтенные люди, и Рачинский, и Морозовый, и Метнер, и как их еще, со всех сторон просовывали нос в проблему той тысячи, чтоб не выпустить меня с ней за границу. Все эти люди московского общества поняли инстинктивно, Андрею Белому надо добыть себе денег, чтобы бежать не из власти, из их власти. Но таки добыл и вырвался. Через год буржуазная Москва преисполнилась негодование, а Андрей Белый изменил себе, изменил искусству и отдается каким-то дурацким фантазиям вместо того, чтобы быть с нами. Прошу заметить, что в это время Андрей Белый напряженно работал младлучшей в ту пору для него книгою, которую в Москве ему не давали писать. Подразумевается роман «Петербург». Доживая последние дни в Боголюбах, я готовился ехать в Москву, чтобы в ней натыкаться на неизбывные трудности. Я чувствовал себя обраставшим как бы отложениями тяжести, которые я не мог приподнять к поверхности жизни. Я потерял способность объясняться с людьми. Это была реакция на ряд для меня огромных узнаний, которые все мне влагались в слово. Пережитый за последние два года оказался более значительным, чем я мог это предполагать. При объяснении с людьми я находил свою точку зрения, бесконечно удаленной от их точек зрения, вокруг меня росла пустота. В силу косноязычия я был обречен медленно выдавливаться из привычек, из быта и из круга интересов людей, с которыми прежде водился. Трудность моя усугублялась тем, что я лишь поздней, осенью, осознал истинные корни моей немоты. Я выпадал, так сказать, из всех форм быта буржуазной культуры, а культуры, которую я мог бы противопоставить, ей у меня не было. Интерес к Востоку, будирование европейской цивилизации — это был беспомощный вызов по отношению к тому, что должен бы я предпринять. В сущности, волил я революции быта, революции сознания, которая развертывается лишь по мере того, как углубляется революция социальных отношений. Последней не было, и обречен был погрязать в своих безязычных состояниях, мучиться ими, быть недовольным. И только. Никогда не забуду того серенького холодного дня, когда мы из Брянского вокзала прогрхотали с сундуками и картонками в Никольский переулок, дом Новикова, в квартиру матери. И вот что нас встретило. В переднюю вышла высокая, бледная, с безразличным лицом тетя Катя, и недоумевающе посмотрела на нас. Вы? А Саши нет. Я не знаю, как, право. Саша, Александра Дмитриевна Бугаева, мать Белого. Белый и Ася Тургенева приехали из Боголюбов в Москву 8 августа. Тут читатель воскликнет, тетя Катя? Какая такая? Ни в нарубеже, ни в начале века, ни в между двух революций нет никакой тети Кати. Откуда взялась? Кто она? Да. Читатель, она то самое. Во-первых, тетя моя, и, во-вторых, тетя, проживавшая у нас на квартире, и зорко следившая за мной и событиями моей биографии, описанные в первой части настоящей книги. А что о ней не удосужился я сказать, так в том не моя вина, а свойство ее жизненных выявлений быть невидимой, неописуемой, подобно тончайшей полевой слойке, ежедневно ввиваемой в комнату из открытой форточки и обратно вывиваемой в мировые пространства воздушного купола. Я мог бы десятки лет описывать происшествия нашего дома, лиц в нем бывающих, и не зацепиться за тетю Катю, ибо она поступает так, как вообще поступают, говорит так, как вообще, говорят, днем светло, ночью темно и тому подобное, и никогда ничем не остановит внимания, в ней отсутствие всякого присутствия чего-нибудь индивидуального. Она проявляет себя даже не как тетя вообще, а как родственницы вообще и того менее. Этот дар ее к небытию сильно окрашивал воздух нашей квартиры какими-то ощутимыми, едва ли не мистически, да простят мне тонами, вызывая непроизвольный вздрог жути. Я однажды изобразил ее в моей первой московской симфонии в сцене прихода к философу, зачитавшемуся Канта, родственнице в черном платье, которое угашенным голосом перечисляет ему печальные обстоятельства своей жизни, смерть сына, свое одиночество, после чего философ с ужасом садится на пол, а автор в ужасе восклицает «Все кончено для человека, севшего на пол!» И потом изобразил ее в котике Летаеве, под видом заводящейся в межкресельной пыли тети Доти, капелькой из рукомойника капает «Что-то тети Доти, но...» «Почему же я осенью 1911 года, вступив в нашу квартиру, зацепился за тетю Дотю, виноват за тетю Катю? Да потому что в минуты величайшей пустоты и серости веяло мне «что-то тети Доти, но...» В своем роде тетя Катя явления замечательны. И раз она выскочила на поверхность воспоминаний, нельзя не посвятить ей несколько слов, тем более что она проходит невидимо во всем четырем томам. Тетя Катя переселилась к нам после смерти бабушки, и с той поры неукоснительно сопровождала все события жизни квартиры, которыми сильно интересовалась она, без того, чтобы кто-нибудь мог это заметить, ибо, как сказано, сама она была незаметна. Тетя Катя множество лет служила на службе сборов, сослужба являлась в четвертом часу, и без единого слова проходила в свою унылую комнату с пуком бумаг, которые раскладывала перед собой на столе. Пук этот составляли пустые листы бесконечной ведомости, которую заполняла она, вставляя изредка палочку в клеточку. Эти палочки в клеточках — предмет десятилетнего моего созерцания. Этим занятием заполняла она пустые часы с половины четвертого до поздней ночи, отрываясь к обеду и к вечернему чаю, появлялась с заспанным лицом и молча отсиживала. Разговаривала она вообще мало, а при маме в особенности, потому что единственным содержанием ее сообщений была мама. Саша поехал в Крым. У Саши в Крыму вскочил прыщик. Саша пишет, что скоро вернется в Москву. Мама бывала и иронически. — Что ты все обо мне? Ты бы о себе рассказала? Или — это я так думаю, а не ты? — В ответ на это раздавалось. — И я так же думаю. Думаешь то же, что я, а у тебя нет своих мыслей? Так сестры пикировались чуть не ежедневно. Но вот странность. У каждого человека на письменном столе поставлено изображение кого-нибудь близкого. У тети Кати за всю жизнь я не видел такого изображения. На столе тети Кати стоял большой собственный портрет тетя Кати. Перед ним сидела она, и на него глядела она. Портрет изображал тетю Катю в зрелом возрасте, когда мелковатые, мягко, незначительные черты, уже ствердя, сохнувшись, приобрели жесткий вид. Точно она, прихмурившись, из портрета грозилась на всякого маломальски веселого человека. Я вот... Ух, как тебя! Тетя Катя никогда никого не любила. В молодости, на всякую попытку к ухаживанию, она отвечала иступленным фырканьем, напоминавшим фырканье неприятной индюшки. И тетя Катя терпеть не могла. Все, что отзывала сердечным увлечением, стоило кому-нибудь в кого-нибудь влюбиться, как этот кто-нибудь делался предметом ненависти тети Кати. И, само собой, разумеется, наш отъезд с Асей в Африку был источником бурного, но таимого негодования ее. Неприязни свои выявляла она неоткрыто, а, так сказать, из-под тишка она любила притаясь в своей комнате. Например, не нужно напугивать дочь нашей горничной, белокурую девчурочку пяти-шести лет, в которой питала слабость мама. Та, бывало, бежит мимо открытой двери, против которой тетя Катя ставит свои палочки в клеточке, и за открытой же двери яростный шепот «Я тебе у-у-у-у!» и рев девчушке. Можно было бы сравнить тетю Катю с пресловутую недотыкомкой Федора Сологуба, но это сравнение было бы натяжкой. В недотыкомке все-таки есть черты хотя бы инфернальные, у тети же Кати не было никаких черт, следовательно, и инфернальных. Она была безличный помиг, серенького денечка, и ничего больше. Не требует объяснения тот факт, что она глубоко возненавидела Асю хотя бы за то, что последняя была мне дорога, и, разумеется, эту ненависть она ни в чем не высказывала. Она только не упустила случай доставить нам неприятность, когда мы, влетев с вещами в переднюю, на нее наткнулись в отсутствие мамы. Мама только и мечтала о том, чтобы мы с Асей жили у нее, что она не любила Асю, это дело другое, и в запрете ее остановиться нам с дороги в ее квартире не могло быть и речи, но тетя Катя дело иное. В духе ее, тети Катиных, ужасиков все ей действие, ужасики. Было тут и сделать нам подковырку. Появление нас с Брянского вокзала в Никольском переулке в тот неприятный серый денек живет в моей памяти, как сиротливый укол. Нам оставалось тотчас же, схватив вещи, броситься в меблированные комнаты Троицкой на Тверском бульваре, и в ответ на изумление матери, что мы миновали ее, ссылаться на уже свершившийся факт. Уф, отдано дань, невзначай зацепившись за бытие, тетя Катя сказал-таки, что у меня была тетя Катя. Тетя моя. Иногда бывает так, что события жизни отбираются не по принципу законопричинности, а по эстетическим, красочным, звуковым и так далее признакам. Вдруг все пойдет так, что, покажется, некий декоратор стал подмалевывать события жизни, чтобы они окрасили здесь гриперль, там грибаскр. Так грустное стояние в передней Никольского переулка, сменившееся трехнедельной полосой пребывания в номерах Троицкой и явившееся водоразделом целого московского периода жизни, это стояние скликается мне с заказанным Асию себе черным бархатным платьем. Она является в номера Троицкой, и Ася в нем просто внушает мне жуть, безбокая, с грудью напоминающая дощечку, с черно-зелеными провалами больших, точно молящих о пощаде глаз. Глядя на нее такую, какой она делась в этом платье, не раз у меня чуть не слезы навертывались. Девочкина усталая личика с жалкой улыбкой и платье, и огромные широкополые черные шляпы, которые водружала она на себя, тут все нелепо. Мы собирались притаиться в деревне, в глуши, под Москвой, так к чему же портнихи и витки кимора из салона? Нет, видно, это наружность для того, чтобы сопутствовать мне символическим образом, совою или вороном, сопровождавшим мое печальное странствие по дебрям жизни. Этот ворон городской, все летит за мной. Не точно цитируются первые строки стихотворения Вильгельма Мюллера «Ворон» в русском переводе Коломейцева. И да, через месяц мы с нею остались одни в сырых октябрьских туманах, роящихся над Расторгуевым. На даче Депре, в Видном, близ Москвы, станции Расторгуева по Велецкой железной дороге. Белый и Ася Тургенева жили с конца сентября до середины ноября 1911 года. Здесь Ася вновь впала во цепенение, напоминавшее транс, вгрызаясь в книгу Блаватской, из пещер и дебри Индостана. А я провалился в ледь мотив романа «Петербург», теперь официально заказанного мне Петром Струве для русской мысли. К работе над будущим Петербургом Белый приступил в октябре 1911 года. В середине сентября была достигнута договоренность о том, что к январю 1912 года он представит в русскую мысль 12 печатных листов нового романа. В Расторгуева попали мы, благодаря хлопотам, Христофоровы, ведшие переговоры с своими друзьями, какими-то депре, которые и дали согласие на то, чтобы мы сняли их дачу, уверяя, что она зимняя. В конце сентября, начале октября трудно себе было представить более уютный уголок. Три тихих комнаты, правда, со слишком уж легкими летними креслами давали простор для задуми. Мы обзавелись расторопной прислугою, Сашей, дровами и всем, что необходимо для зимнего времени. Дни начинали мелькать. Раз в неделю к крыльцу подъезжала пролетка за мною отвезти меня на станцию, чтобы к последнему вечернему московскому поезду ждать меня и везти обратно по перелескам, травным лугам. Было уютно в вечерних туманах катиться домой, видеть издали огонек и знать, что тебя ждет ужин, Ася и тихие разговоры, в которых я изливал свои московские, надо сказать, невеселые впечатления. Ася с сонной линцой отказывалась бывать в городе. В Расторгуеве на нее нашел стих ходить в моих коротких тунистских штанах и выглядеть настоящим мальчишкою, с той, однако же, разницей, что лицом на мальчишку ни капли не походила она. Стиснутые брови и пристальный взгляд, вперяемый сквозь меня куда-то в неизмеримые дали, подсказывали мне, что в ней углубляется тот же, мной не раз подмечаемый транс, заставлявший меня вздрагивать и ожидать печальных и роковых событий, которые она словно выколдовывала из хаоса жизни. Менее всего она жила нашей жизнью. Вот ж ни капли не силы создать ее и предоставляла мне свободу думать о ней что угодно. Но и я в эти дни менее всего думал о ней. Ко мне подкрадывалась тема романа, которая предстояла мне, так сказать, осадить из воздуха, и вещий, хмурый, болезненный облик Аси мне представлялся символом ворона, закружившего над моей головой. Точно после нашего с ней путешествия прекратились всякие непосредственные отношения между нами. Во время путешествия она была заняла с меня волновавшими темами, арабами, краеведением и так далее, и теперь, чтобы толкнуть ее на активный поворот ко мне, предстояло сызново придумывать стимул к нашей жизни, я сильно озадаченный никчемностью наших отношений, принялся в свободные промежутки времени изучать способы передвижения по тигру для проезда в Багдад с мыслью проникнуть в бассору. Можно было бы воскликнуть «Эк их дернуло!» От хорошей жизни в бассору не попрешь. Все ж этим я занимался постольку, поскольку содержанием реальной работы было писание романа. Его я замыслил, как вторую часть романа «Серебряный голубь» под названием «Путники». Кроме этого раннего варианта заглавия будущего Петербурга фигурировали и другие заглавия — «Злые тени», «Лакированная карета», «Красное домино». Об этом-то и был разговор у нас со Струин. При подписании договора не упоминалось о том, чтобы предоставленная мною рукпись проходила цензуру Струве. Булгаков и Бердяев, поклонники «Серебряного голубя», настолько выявили перед Струве достоинство романа, что не могло быть и речи о том, что продолжение может быть забраковано. Мне было дано три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь — для написания двенадцати печатных листов, за которые я должен был получить аванс в тысячу рублей. На эти деньги мы с Ассией предполагали поехать в Брюссель. Мой план отрыва от Москвы получал вещественное оформление, роман во всех смыслах меня выручал. Последние переговоры о мелочах я вел с Брюссовым, ставшим руководителем художественного дела в русской мысли. Он пригласил нас с Ассией к себе, на Мещанскую, и угостил великолепным обедом с дорогим вином. Наливая нам по бокалу, он с милоязвительностью проварковал гортанно, дернувшись своей кривой улыбкой. «Русская мысль — журнал бедный, и мы вынуждены непременно кого-нибудь поприжать, Борис Николаевич. Вы бессеребрянник, святой человек. Ну, право на что вам деньги, так ж прижмем уж мы вас». Тут выяснилось, что плату за печатный лист мне положили неприлично малый, чуть ли не семьдесят пять рублей. Помню этот мрачный обед, колки любезности Брюсова и фигурку Аси, напоминающую палочку. Она была в своем зловещем черном платье и так невесело улыбалась сквозь зло, что мне делалось не по себе. Вообще она вызывала во мне в этот период жалость да слез. В сожалению, главным образом изживалась тогда моя любовь к ней. Сергей Булгаков был посвящен в планы Белого написать продолжение «Серебряного голубя» и впоследствии создать романную трилогию. 13 февраля 1911 года он писал Белому в Тунис. «Желаю вам вдохновения, сил и самоотвержения для художественного подвига, который вы на себя подъяли планом своей трилогии». Смотри воспоминания Белого о московских встречах в мае 1911 года. Происходит мое сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для русской мысли. Он ведет переговоры со Струве обо мне. Судя по переписке Брюсова и Струве, в «Русской мысли» обычно за один печатный лист художественной прозы известным писателям платили от 150 до 250 рублей. Из письма Брюсова к Струве от 12 сентября 1910 года можно заключить, что Мережковскому за роман «Александр I», принятый к опубликованию в «Русской мысли», предполагалось платить по 400 рублей с листа. Обед у Брюсова преддверие к долгим осенним ночам, во время которых я всматривался в образы, роившиеся передо мной. Из-под них мне медленно возревал центральный образ Петербурга. Он вспыхнул во мне так неожиданно странно, что мне придется остановиться на этом, ибо впервые тогда мне осозналось рождение сюжета из звука. Я обдумывал, как продолжить вторую часть романа «Серебряный головь». По моему замыслу, она должна была начаться так. После убийства Дарьяльского столяр Кудеяров исчезает. Но письмо Дарьяльского к Кате, написанное перед убийством, очень замысловатыми путями таки попадает к ней. Оно — повод к поискам исчезнувшего. За эти поиски берется дядя Кати. То-трабе-грабен. Он едет в Петербург посоветоваться своим другом, сенатором Аблеуховым. Вторая часть должна была открыться петербургским эпизодом, встречей сенаторов. Так по замыслу уткнулся я в необходимость дать характеристику сенатора Аблеухова. Я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне неясна и в его окружающий фон, но тщетно. Вместо фигуры и фона нечто трудноопределимое — ни цвет, ни звук. И чувствовал, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучаний. Вдруг я услышал звук как бы на «У». Этот звук проходит по всему пространству романа. Этой ноты на «У» вы не слышали? Я ее слышал. Так же внезапно к ноте на «У» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающей зимнюю канавку. И тотчас же вспыхнула передо мною картина «Невы» с перегибом зимней канавки. Тусклая, лунная, голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком. Я как бы мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней. Карета остановилась перед желтым домом сенатора, точно таким, какой изображен в Петербурге. И из кареты швыскачила фигурка сенатора, совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее. Я ничего не выдумывал. Я лишь подглядывал за действиями выступивших передо мною лиц. И из этих действий вырисовывалась мне чуждая, незнакомая жизнь, комнаты, служба, семейные отношения, посетители и так далее. Так появился сын сенатора, так появился террорист неуловимый и провокатор Липанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей. В провокаторе Липанченко, конечно же, отразился Азеф. Но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко? Когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов. А если принять во внимание, что восприятие Липанченко как бреда построено на звуках ЛПП, то совпадения выглядят поистине поразительным. О происхождении и содержании Петербурга из совокупности звуков ЛКЛППППЛЛ в определенной семантической окраске Белый пишет в дневниках к материалам о блоке 31 августа 1921 года. С того дня, как мне предстали образы Петербурга, я весь ушел в непрекращающийся, многонедельный разгляд их. Восприятие прочего занавесило с меня тканью образов, замыкавших меня в свой причудливый мир. Но я ничего не придумывал, не полагал от себя. Я так слушал, смотрел и прочитывал. Материал же мне подавался вполне независимо от меня, в обилии, превышавшем мою способность вмещать. Я был измучен физически, но не в моих силах лежало остановить этот внезапный напор. Так прошел весь октябрь и часть ноября. Ничто не пробуждало меня от моего странного состояния, как во сне помню лишь несколько событий. Приезд в Расторгуева редактора Метнера и издательницы Пути Морозовой. Так отразились в моем сознании маститы эти визиты, именно визиты, потому что ничего дружеского не почувствовало своих посещений. Представители буржуазного общества ради каких-то тактических соображений нашли нужным нас Ассию посетить и только. Другое событие, ближе задевшее и даже взволновавшее нас, рождение у Наташи девочки. Третий же просто потрясший меня случай с Сергеем Михайловичем Соловьевым, который в припадке острой меланхолии покушался выброситься из окна, несчастная любовь. Скоро обнаружилось у него психическое заболевание, и он был отвезен в лечебницу доктора Каннабиха. Соловьев переживал тогда неразделенную любовь к Гиацинтовой, впоследствии известной театральной актрисе. 31 октября 1911 года он в состоянии нервно-психического расстройства покушался на самоубийство, после чего несколько месяцев находился в психиатрической лечебнице. Белый писал об этом Блоку в ноябре-декабре 1911 года. Но то были короткие вздроги, не могшие раскладывать меня от осаждающих, вполне бредовых образов, вызванных темами Петербурга. И она долго зажила исключительно ими, так что утрачивалась грань между вымыслом и действительностью, можно сказать, невеселой осень. Наконец пришлось-таки пробудиться. Глянул трескучий мороз. Стены мгновенно промерзли. В углах на Оршин поднялись разводы иния. Мы со всем скарбом, бросив Расторгуева, оказались в Москве, в небольшой комнатке неуютной квартирки Потсо, где быт Кампиони, Потсо и прочих родственников ткина с Асей давил. У нас не было отдельного помещения, где могли бы мы изолироваться. В таком грустном обстании вставал прямой вопрос, как мне работать над Петербургом, который надо было срочно сдавать в декабре. Все же выход нашелся. По совету Расчинского я уехал в Бобровку, куда Ася должна была скоро приехать. Очутившись в пустом доме, хозяйка только наведывалась, проживая в имениях родственников, я опять погрузился в мрачнейшие сцены Петербурга. Там написаны сцены явления медного всадника, разговор с персидским подданным Шифнарфне и другие. Должен сказать, что я усиленно работал над субъективными переживаниями сына сенатора, в который вложил нечто отличных своих тогдашних переживаний. Сиро было мне одному в заброшенном доме, в сумерках повисать над темными бездами Петербурга, в окнах мигали. Помахи метели, свизгом баламутивших суровый ландшафт. В неосвещенных пустых коридорах и залах слышались глухие поскрипы, охи и вздохи томились в трубах. Через столовую проходила сагбенная фигура того же глухонемого с охапкой удров и вспыхивало красное пламя в огромном очаге камина. Я любил, сидя перед камином без огней, вспоминать то время, когда здесь, в этих комнатах, задумывался серебряный голубь и ждал с нетерпением Асю. Суровое молчание дома тяготило меня. И вот она. Но она испугалась Бобровского дома. Не переношу этих старых помещих гнезд, обвешанных портретами предков. Не люблю этих шорохов, скрипов. Если принять во внимание, что мною написан здесь ряд кошмарных сцен Петербурга, то обстановка нашего быта слагалась неважная. Ася томилась, не зная, чем ей заняться. Приезд на несколько дней А.С. Петровского нас разгулял, но он уехал, и та же конденсированная жуть-молчание, одиночество. Ася не выдержала, и, бросив меня, уехала к сестрам в Москву, еще раз доказавши, что нам с ней нечего делать. Я же не мог оставить своего поста, ибо сидел с утра и до вечера, оканчивая заказанную мне порцию, которую тотчас же должен был сдать русской мысли для получения исследуемой мне тысячи рублей. И тут-то я напоролся на инцидент со Струве, надолго разбившей меня. Инцидент с Петербургом. Помню, с каким пылом я несся с рукписью Петербурга в русскую мысль, чтобы сдать ее Брюсову. Рукпись сдана. Но Брюсов, точно споткнувшись о нее, стал заговаривать зубы вместо внятного ответа мне. Он говорил уклончиво, то, что не успел разглядеть романа, то, что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень много возразить против тенденции Петербурга, находя, что она очень зла и даже скептична, то, наконец, что русская мысль, перегружена материалом, и что принятый Струве роман Абельдяева не дает возможности напечатать меня в этом году. Роман Абельдяева «Тень века сего» «Записки Абашева» был напечатан в номерах 6-12 русской мысли за 1912 год. Все эти сбивчивые объяснения раздражали меня невероятно. Прежде всего, я считал, что заказанный мне специально роман не может не быть напечатанным, что такой поступок есть нарушение обязательства. Заставить человека в течение трех месяцев произвести громаднейшую работу, вогнавшую его в переутомление, и этой работы не оплатить. Брюсов вертел с таки, как пойманный с поличным. Разрываясь между мною и Струве, то принимался он похваливать Петербург с пожимым плечеем, не доказывая, главное достоинство романа, разумеется, в злости. Но Петр Бернгардович имеет особенное выражение именно на эту злость. То он менял позицию и начинал доказывать, что роман недоработан и нуждается в правке. Брюсов пытался уговорить Струве решиться на публикацию романа. В письме к Струве он заверял, достоинства у романа есть бесспорные. Все же новый роман Белого есть, некоторые события в литературе, интересные само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Такая сама оригинальная манера письма, конечно, возбудит любопытство, наряду с хулителями найдет из страстных защитников и вызовет подражание. Это ставило меня чисто внешне в ужасное положение. Я был без гроша, и, не получив аванса, даже не мог бы продолжать писать. В течение целого месяца я атаковывал Брюсова, все с большим раздражением, приставая к нему, просто с требованием, чтобы он напечатал роман. Много раз наши почти безобразные с ним разговоры происходили в редакции «Русской мысли», в присутствии бородатого Киеза Веттера, туповато внимавшего нам и пуча глаза, потрясавшего хохлом. Неоднократно я, как тигр, настигал Брюсова в обществе свободной эстетики, где я устраивал ему сцены в присутствии Трояновского и Серова. Брюсов особенно корчился здесь, потому что симпатии членов комитета эстетики были на моей стороне, и все видели, что старинный соратник мой по весам явно отвиливает от меня. Я, наконец, кидался к Сергею к Булгакову, жалобуя на струве. С.Н. недоумевал, хмурился и приходил от поведения струве в негодоване. В то время я еще не видел, в чем корень ярости струве на Петербург. И только потом стало ясно, что я, как всегда, не тактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз струве. У меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо. И по виду своему, и по политической ситуации, это был живой портрет струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть. Тем больнее в его я попал. Он был в бешенстве. Кончилось с тем, что он мне на дом лично завез рукопись и, не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал, не может быть речи о том, чтобы Петербург был напечатан в его органе. Более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было. В этом предупреждении слышал из доли угрозы, что будет так, он камня на камне не оставит от Петербурга. Очень жалею, что вскоре письмо я его потерял, ибо одно время я хотел его напечатать как предисловие к роману, то есть принять вызов струве. Пусть и рассудит нас будущее. Как бы то ни было, эта месячная борьба со струве и Брюсовым убила меня, я был почти болен, не зная, что делать, как жить. Вдруг, неожиданно, получаю переводом 500 рублей, и вслед за ними прекрасное, нежное, деликатное письмо Блока. Он пишет, что слышал о моем бедственном положении и умоляет принять от него эти деньги и спокойно работать над продолжением Петербурга, он где только что получил от покойного отца наследство и на несколько лет, где вполне обеспечен. Оставалось принять благородную помощь друга. Письмо Блока поддержало меня морально, и я уехал на праздниках в ту же Бобровку продолжать свой роман, несмотря ни на что, отказ струве лишь подхлестнул мое самолюбие. 2 февраля 1912 года Струве писал Брюсову, «Спешу вас уведомить, что относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому отрицательному решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно, до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении, телеграммой и письмом, я заезжал к нему на квартиру Вячеслава Иванова, но не застал его там. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из-за сложения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написаны». Деньги от Блока Белый получил еще в середине ноября 1911 года, после того, как в письме к Блоку сам просил похлопотать у какой-нибудь редакции об авансе в 500 рублей. Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. В ответном письме Белому она, вероятно, не сохранилась, Блок в деликатнейшей форме уговорил принять от него в долг 500 рублей. Это был решительный импульс к работе для меня, и я считаю, что Александр Александрович косвенно вызвал к жизни мой Петербург. Белый благодарил Блока письмом от 19 ноября 1911 года. Кратковременная поездка в Бобровку относится к середине января 1912. Не тут-то было. Я в Бобровку, а вслед за мною письмо и такого рода, что я опрометью из Бобровки в Москву. Письмо анонимное, наполненное всякими инсинуациями против Аси. К ужасу моему автора письма я узнал, это определило непреклонность решения вырваться из России, скорее, какой угодно ценой. Российская почва проваливалась под ногами, воздух Москвы отравлял. И тут сердечнейшее приглашение от Вячеслава Иванова. Он, где его друзья, сильно заинтересованы Петербургом и жаждут прослушать роман. Есть где ряд серьезных мотивов приехать нам с Аси. Этот вызов нас. По последствиям огромная помощь, подобная 500 рублям, присланным блоком, я попадаю на подготовленную агитацию Вячеслава Иванова почву. Белый и Ася Тургенева приехали в Петербург 21 января 1912 года. Остановились в квартире Вячеслава Иванова, где прожили до конца февраля. Петербург мой весьма популярен. У Вячеслава Иванова на башне ряд чтений моих, на которых присутствуют городецкие, толстые и даже затащенный сыном редактор речи Гессен. Все рассыпаются в комплиментах. История, так что пережитая мною со Струей и Брюсовым, оборачивается против них. Я получаю ряд предложений от издательств, желающих тотчас же напечатать роман. Предложения исходили от Лицкого, выражавшего готовность напечатать Петербург в журнале «Современник», от Петербургского издательского товарищества писателей, от издательства «Шиповник», а также от Вячеслава Иванова и Евгения Аничкова, намевавшихся тогда наладить издание нового журнала. В середине февраля 1912 года Белый писал Мэттнеру «Иванов пытается, собственно, для моего вышвырнутого романа, который, по его мнению, лучше всего, что появлялось за последний период, создать журнал «Нужен предварительный разговор с вами». В результате этого успеха я продаю роман издателю Некрасову. Ура! Обеспечен побег за границу. «Добыто, до зареза нужная тысяча». Рукопись, написанная глав Петербурга, первоначальная редакция, Белый передал Некрасову в середине марта 1912 года. Публикация Петербурга отдельной книгой в Ярославском издательстве Некрасова не была осуществлена. Аничков и Вячеслав Иванов настаивают роман «Богатейшее приобретение для нужного петербургцам журнала». Аничков берется достать несколько тысяч и вызывает спешно Мэттнера в Петербург. Если он пожертвует несколько тысяч рублей с своей стороны, то средства для журнала налицо. Спешно приехавший Мэттнер, конечно, не обращает внимания на обещание и сам не обещает ничего точного. Этим журнал повисает в воздухе. Впоследствии Мэттнер жестоко меня обвиняет в том, что я продал роман Некрасову. Что же мне оставалось сделать, коли издательство, хваставшееся, что оно существует для меня, проворонило Петербург, к которому выказывало систематическое невнимание? Мэттнеру, кажется, роман вовсе не нравился. Вячеславу Иванову, Аничкову и ряду других петербургцев обязан я. Не Москве, не друзьям мусагетским, где мне советовали писать романы в духе Крыжановской. Так в спешном порядке осуществлялись лихорадочные подглавления к отъезду за границу. Последние дни были омрачены инцидентом добывания лишней тысячи, нужной, чтобы продлить пребывание в Брюсселе и вообще за границей. Я обязывался написать для пути монографию о поэзии Фета. Неосуществленный замысел. Спор шел о том, дать ли мне тысячу сразу или высылать порциями. Мои друзья, путейцы и мусагетцы были весьма озабочены составлением подробнейшего бюджета. Они высчитывали, сколько мне нужно, чтобы прожить месяц. И так на бюджете ли, что решили, на двести рублей можно ли великолепно прожить. Да можно бы, но минус папиросы. Про папиросы забыли они. Узнавший об этих расчетах рвал и металл П. Дальгейм, с пылкостью защищавший мои интересы и даже одно время мечтавший достать мне свободную тысячу. Но для чего? Чтобы, пригласив знатоков моего бюджета, угостить их обедом, стоящим ровно тысячу, и этим их проучить? На такое безумие я не пошел. Нас провожали прикисло. Белый и Ася Тургенева выехали из Москвы в Брюссель 16-го, 29-го марта 1912-го года. Друзья-благодетели разобиделись прежде срока. Через полтора только месяца в Москве затвердили. Белый, где предавший заветы свои, и забыв символизм, потерял вдруг талант. В это время как раз я писал Петербург. Это брезгливое настроение. Уже атмосфера унылых проводов нас за границу. Я насолил москвичам простым фактом отъезда. Уезжаешь, я знал, что в Москву не вернусь. Но как это сделать, стояло в тумане. Конец книги. Июнь 2000-го года. Звук режиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов. Звук режиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.